Слово третье. К верующему Отцу. Научим теперь верующего Отца, что не должно враждовать против тех, которые привлекают Сына Его к Богу угодному. Конечно, можно опасаться, чтобы и это слово наше не оказалось излишним и не вышло противно и тому, о чем я говорил прежде. Тогда я сказал, что закон борьбы не принуждает меня вступать против язычника, но что апостол Павел оставил нас свободными от состязания со внешними, повелев судить только внутренних. А теперь, как кажется, мы не обязаны и к этим трениям. Если прежде казалось постыдным беседовать об этом с христианином, тем более теперь. Ибо как не стыдно будет верующему нуждаться в увещании касательно того, в чем и неверующий ничего не может сказать против нас. Что же, уже ли мы поэтому замолчим и ничего не скажем? Нет. Если бы кто-нибудь поручился за будущее и сделал для нас очевидным, что впредь никто не отважится на это, тогда следовало бы и нам успокоиться и предать прошедшее забвение. Но так как мы не имеем ни одного достоверного поручителя в этом, то необходимо и словесное увещание. Если оно найдет страждущих такую болезнь, то сделает свое. А если никто не впадет в эту немощь, то желаемое нами исполнилось. И врачам по изготовлению лекарств для больных следует желать, чтобы больному не было и нужды в них. Так и мы молимся, чтобы никому из наших братьев не было нужды в этом увещании. Если же оно случится, чего-то не будет. То по пословице не избежать им второго плавания. Итак, представим себе верующего таким же, каков неверующий, подобным ему во всем, кроме понятия о Боге. Пусть он и плачет так же, и валяется у всех в ногах, и указывает на свои седины, и на старость, и на одиночество. Пусть говорит все то же, и сколько хочет, возбуждает гнев в суде. Впрочем, с ним суд у нас уже не перед людьми, потому что он слышал все, что у нас мужи, исполненные Духа Божией, любомудрствовали о страшном и ужасном судилище по отшествии отсюда. И прежде всего прочего, ему должно напомнить о том дне, об огне текущем рекою, о пламени никогда не угасающем, о помер немеркнущих лучах солнца, о скрывающейся луне, о ниспадающих звездах, о свивающихся небесах, о колеблющихся силах небесных, о потрясаемой со всех сторон и метущейся земле, о страшном и непрерывном звуке труп, об ангелах, проходящих по вселенной, о тысячах предстоящих, о тьмах служащих, о грядущих самим судьей воинствах, о сияющем перед ним знамении, о поставляемом престоле, о раскрываемых книгах, о непреступной славе, о страшном и ужасном гласе судьи, одних посылающего в огонь, уготованную дьяволу и ангелам его, а для других затворяющего двери и после их великого подвига девству, а одним из слуг своих повелевает связать плевелы и вернуть в печь, а другим сковать некоторым ноги, связать руки, отвести их во тьму кромешнюю и предать мучительному скрежету зубов, предающего тепчайшему и жесточайшему наказанию. Одного из бесстыдных, одного за бесстыдные только взгляды, другого за неуместный смех, иного за то, что без исследования судил ближнего, а другого и за то, что злословил ближнего, а что из-за этого положено наказание, можно слышать от самого судьи, имеющего совершить наказание в его словах и угрозах. К этому судьи необходимо всем нам отойти отсюда и увидеть тот день, в который будет открыто и обнаружено все, то есть не только дела и слова, но и самые помышления. 80. Тогда мы дадим страшные ответы в том, что теперь кажется маловажным, ибо судья с одинаковой строгостью требует от нас попечения о спасении и нашим, и наших ближних. Посему Павел везде убеждает, чтобы каждый искал не своего, но пользы ближнего. Посему он и Каринчан сильно порицает за то, что они не попеклись и не позаботились о впадшем в прелюбодеяние, но оставили без внимания опасную рану его. И в послании Галатам говорит, братья, если кто и впадет, какой человек, в прегрешение, то вы духовные, исправляйте такового. А еще прежде них он убеждает тому же самому и фессалоникийцев, говоря, посему утешайте друг друга, как и творите. 1 Фессалоникийцам 5.11. Еще вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, заступайте немощных. Да бы кто-нибудь не сказал, что мне заботиться еще о других. Погибающий пусть погибает, а спасающийся пусть спасается. Это нисколько меня не касается, мне повелено смотреть за собою. Да бы кто-нибудь не сказал этого. Павел, желая истребить такую зверскую и бесчеловечную мысль, противопоставил ей такие законы, повелевая оставлять без внимания многое из своего, чтобы устраивать дела ближних и требует во всем такой строгости жизни. Так и в спасании к римлянам он заповедует иметь великое попечение об этом долге, поставляя сильных как бы отцами для немощных и убеждая заботиться об их спасении. Но здесь он говорит это в виде увещания и совета. А в другом месте потрясают души слушающих с великой силой, когда говорит, что не родящие о спасении братьей грешат против самого Христа и разрушают здание Божие. Это говорит он не от себя, но по наставлению Учителя. Ибо и единородный Сын Божий желая внушить, как обязателен этот долг, и что не желающих исполнять его ожидает великое бедствие, сказал, кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если повесили ему на шею мельничный жорнов и потопили во глубине морской. И приневший талант подвергается наказанию не за то, что он пренебрег чем-нибудь собственным, но за то, что не родил о спасении ближних. Таким образом, хотя бы у нас все было хорошо устроено в нашей жизни, нет нам никакой пользы, потому что и того греха довольно, чтобы вернуть нас в гиенскую путину. Если и тех, которые не хотели помогать ближнему в телесных нуждах, не спасет никакое объяснение, так что хотя бы они и подвиг девства совершили, будут все-таки низвержены из брачного чертога, то опустившие гораздо важнейшее, потому что попечение души гораздо важнее, не потерпит ли по справедливости все бедствия. Бог создал человека не для того, чтобы он приносил пользу только себе, самому, но и многим другим. Посему и Павел называет верующих светилами, выражая, что они должны быть полезны и другим. Ибо светило не было бы и светилом, доколе освещало бы только себя. Поэтому он, не родящих, а близних, называет худшими даже язычников. В следующих словах. Если кто не печется о своих, тот отвергся от веры и хуже неверного. Что же он хочет сказать? А значит, слава словом? Не помышляет, не заботится. Доставление ли необходимого? Я думаю, что он разумеет попечение о душе. Если же ты не согласишься, то тогда мое мнение будет еще более твердым. Ибо если он говорит это о теле, предает такому наказанию и называет худшим язычников, не подающего этой ежедневной пищи, то где будет место тому, кто не брежет о важнейшем, о необходимейшем? 82. Рассудим же теперь о важности нашего греха и, восходя мало-помалу, покажем, что нерадение о детях больше всех грехов и доходит до самого верха нечестия. Так первая степень порочности, нечестия и жестокости есть небрежение о друзьях. Впрочем, сведем слово еще ниже. Не знаю, как это я едва не забыл, что прежний закон, данный иудеям, не позволяет пренебрегать и скотами врагов, или упавшими, или заблудившимися, но повелевает этих привести, а тех поднять. Исход 23.4. Итак, первая, снизу идущая степень порочности и жестокости, оставлять без внимания рабочий и домашний скот врагов, когда он страждет. А вторая за ней, высшая, не родить о самих врагах, потому что, насколько человек превосходнее бессловесного, настолько этот грех больше того. Третья за эту степень, презирать братьев, хотя бы они были незнакомые. Четвертая, не родить о домашних. Пятая, когда небрежем не только об их теле, но и о погибающей душе. Шестая, когда беспечно смотрим на гибель не только домашних, но и детей наших. Седьмая, когда не ищем и других, кто бы о них позаботился. Восьмая, когда и тем, которые сами собой хотят это делать, препятствуем и запрещаем. Девятая, когда не только препятствуем, но и восстаем против них. Таким образом, если наказание постигнет первую, вторую и третью степень этой порочности, то какой огонь будет следовать превзошедшей все прочие ваши, именно, девятой степени? Даже можно безошибочно назвать ее не только девятую или десятую, но и одиннадцатую. Почему? Потому что этот грех не только по существу своему гораздо важнее прежде исчисленных, но и по времени более тяжел. Что же значит это по времени? То, что если мы теперь будем совершать грехи одинаковые с подзаконными, то подвергнемся неодинаковым наказаниям, но гораздо тягчайшим, насколько больший мы получили дар, совершеннейшие приняли учение и большую почтены честью. Итак, если этот грех так тяжек и по существу, и по времени, подумай, какое пламя не изведет он на голову дерзающих совершить его? И что я так рассуждаю не без основания, докажу это действительным событием, дабы вы знали, что хотя бы у нас все наше было благоустроено, мы подвергнемся к крайнему наказанию, если не родим о спасении детей. Расскажу вам не своими словами, но содержащимися в Божественном Писании. Был у Иудея в один священник, человек скромный и кроткий, имя ему было Ильич. Этот Ильич делается отцом двух сыновей, видя, что они предаются нечестию. Он не удерживал их и не останавливал, вернее он удерживал и останавливал, но делал это не с надлежащим усердием. А проступки этих сыновей состояли в любодеянии и чревоугодии. Они, говорится в Писании, ели священное мясо, прежде их освящения и прежде возношения жертвы Богу. 1 Царств 2.15 Слыша об этом, отец не наказывал их, а пытался словом и убеждением отклонить их от этого нечестия. И постоянно говорил им такие слова. Нет, дети мои, не так делайте, ибо нехороший слух, который я слышу о вас, что людей отвращаете от Бога. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Господу. Но если согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Очень сильные и поразительные слова, достаточные для вразумления того, у кого есть ум. Он выставлял на вид грех, показывал его ужас, объявлял и угрожающие за него тяжкое и страшное осуждение. Однако же, так как не все сделал, что следовало, то и сам погиб вместе с ними. Следовало бы и усилить и угрозы, и прогнать их с глаз своих, и наказать бичами, и быть гораздо более строгим и суровым. А так как он ничего этого не сделал, то разгневал Бога и против себя, и против них, и оказав неуместное снисхождение к своим детям, вместе с детьми погубил и свое спасение. Послушай, что Бог говорит ему, или вернее уже не ему, потому что он его признал уже недостойным ответа, но как тяжко провинившемуся рабу, дает ему знать об угрожающих ему бедствиях через другого. Таком был тогда гнев Божий. Послушай же, что говорит Бог об учителе и его ученику, потому что Божий хотел говорить о его бедствиях и ученику, и другому пророку, и всем, нежели ему. Так окончательно отвратился от него. Что же он говорит Самуилу? Или знал, что злословят Бога сыновья его, и не наказывал их. 1 Сарс 3.13 Не то, чтобы не вразумлял он. Он и вразумлял, но Бог говорит, что это еще не вразумление. И отверг его, потому что оно было без силы и настойчивости. Так, если и мы, хотя печемся о детях, но не столько, сколько нужно, то и наше попечение не есть попечение, как и Илиева вразумление. Сказав о преступлении, Господь с великим гневом налагает и наказание. Клялся, говорит он, дому Илиину, что не очистится неправда от дома Илиина в кадилах и жертвах до века. Видишь, какое сильное негодование и наказание без надежды на пощаду. Неизбежно, говорит, должно ему погибнуть, и не только ему и сыновьям его, но вместе с ним и всему дому, и не будет никакого врачества, которое бы исцелило эту рану. Между тем, Бог, ни за что другое, кроме беспечности о детях, не мог тогда винить этого старца, дивного во всем другом, которого все любомудрие можно видеть не только из других, но и из самых обстоятельств, угрожавшего ему несчастья. Так, во-первых, когда он услышал обо всем этом и увидел себя на пути к крайнему наказанию, то не стал ропстать и негодовать, не сказал ничего такого, что обыкновенно говорят люди. «Разве я властен с чужой воли? За свои грехи я должен нести наказание, а дети сами в возрасте, сами только и должны бы быть наказаны». Ничего такого он и не сказал, и не подумал. «Но как благонамеренный раб, только то и знающий, чтобы благодушно переносить все от Господина, хотя бы и неприятное, произнес такие преисполненные любомудрые слова. Господь Сам, как Ему благо перед Ним, так да сотворит». И не отсюда только, но и из другого случая можно увидеть доблесть его. Когда во время постигшей иудеев войны некто пришел и рассказал о несчастьях на этой войне и о том, как дети его постыдно и бесси напали в сражении, он выслушал это спокойно. Когда же тот к вести об этом поражении перед того купил весть о взятии врагами кивота, тогда, помрачившийся от скорби старец, спал с престола навзничь и сокрушился хребет его, ибо он стар был и тяжел, и знаменит, и тот судил Израиля двадцать лет. Если же священника, престарелого, знаменитого, двадцать лет безукоризненно начальствовавшего над еврейским народом, жившего во времена не требовавшей великой строгости, ни одно из этих обстоятельств не могло извинить, но он погиб ужасно и бедственно за то, что не заботился о детях с полным вниманием, и грех этой слабости, как сильная и великая волна, перевысил все прочее и закрыл все добрые дела его, то какое осуждение постигнет нас, которые живем во времена, требующие гораздо большего любомудрия, но не имеем и его добродетели, и не только сами не имеем попечения о детях, но и против желающих делать это строим козни и восстаем и относимся к детям своим хуже всякого варвара. Ибо жестокость варваров доводит только до рабства, до опустошения и пленения Отечества, и вообще до бедствий телесных, а вы порабощаете самую душу и, связав ее как какую-нибудь пленницу, передаете таким образом лукавым и свирепым демонам и их страстям. Именно это, а не другое, что делаете вы, когда и сами не внушаете детям ничего духовного, и другим делать это не позволяете. Пусть никто не говорит мне, что многие, больше Ильи, не родившие своих детях, не потерпели ничего такого, что Ильи. Нет, многократно терпели и многие, и более того тяжкое, и не за такой же грех. Ибо откуда преждевременные смерти? Откуда тяжкие продолжительные болезни и у нас, и у наших детей? Откуда потери? Откуда несчастье? Откуда огорчение? Откуда бесчисленное множество зол? Не от небрежения ли о порочных детях? Что это не вымысел, достаточно могут свидетельствовать и бедствие этого старца. Но я скажу вам еще слово об этом одного из наших мудрецов. Он, рассуждая о детях, говорит так, не веселись о сыновьях нечестивых, если нет в них страха Господня, то не веруй жизни их. Стирахов 16.1 Ты зарыдаешь плачем преждевременным и неожиданно узнаешь о их погибели. И так многие, как я сказал, потерпели много подобного. Если же некоторые и избегли, то не до конца избегнут. Но назло в своей голове, потому что понесут жесточайшее наказание по отшествии отсюда. Почему же, скажет, не здесь все наказываются? Потому что Бог назначил день, в который будет Он судить Вселенную. На этот день еще не пришел. С другой стороны, если бы было так, то весь род наш давно бы уже прекратился и исчез. Но чтобы и этого не случилось, и от замедления суда многие не сделали сбеспечнее, Бог, избирая некоторых виновных во грехах и наказывая здесь, через них и прочим показывает меру угрожающих им наказаний, чтобы они знали, что если они здесь и не потерпят наказание, то без сомнения понесут более тяжкое по отшествии туда. Не будем же бесчувственными от того, что Бог теперь не посылает пророка и не предвозвещает наказание. Так было с Илием, потому что теперь не время пророков. Впрочем, Он посылает их и теперь. Откуда это известно нам? Так говорит Господь. Имеет Моисея и пророков. Сказанное древним, сказано также и нам. И Бог говорит не одному Илию, но через него и его страдания всем, подобно ему согрешающим. Бог нелицеприятен. Если Он так истребил со всем домом не невиновного, то не оставит без наказания совершивших более тяжкие прегрешения. 85. Нельзя сказать и того, будто у Него немного попечения об этом деле. Нет. Он имеет великое промышление о воспитании детей. Для того Он и вложил такое влечение в природу родителей, чтобы поставить их как бы в неизбежную необходимость заботиться о детях. А впоследствии в своих изречениях Он преподал нам и законы, касательно попечения о них. И учреждая праздники, повелел объяснять детям причину установления их. Так, сказав о Пасхе, Он присовокупил, и возвестите сыну твоему в день тот, говоря, потому сотворил Бог мне это, когда выводил из Египта. То же самое делает Он и в законе, потому что, сказав о перворожденных, опять присовокупляет, если и спросит тебя сын твой об этом, и скажет, что это, то скажи ему, ибо рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Когда же ожесточился фараон отпустить нас, избил Господь всякого первенца в земле египетской, от первенца человека до первенца скота. Всего ради я и жертву приношу Господу, всякого разверзнающего ложесна мужеского пола. Всем этим он внушает вести детей к Бога по знанию. И самим детям он заповедует многое относительно их родителей, награждая послушных, а не благодарных наказывая, и таким образом делая их еще более любезными для родителей. Так, когда кто сделает нас властными над кем-либо, то этой честью он налагает на нас сильнейшее обязательство, заботиться о нем. Потому что и без всего другого это одно, что вся судьба того человека находится в наших руках, достаточно для нашего предостережения. И мы не скоро решились бы покинуть того, кто верен нам. Если же он потом станет еще гневаться, и негодовать более самих обижаемых, и являться строгим карателем, то этим еще более побудить нас к исполнению долга. То же сделал и Бог. К этим побуждениям он прибавил еще третье, состоящее в природной связи. А если хочешь, то первое. Дабы родители, получив повеление воспитывать детей, не пренебрегали его повелениями, он присоединил естественную необходимость. А чтобы эта связь не была ослабляемой оскорблениями со стороны детей и не расторглась, он оградил ее наказаниями и от себя, и от самих родителей, таким образом и детей весьма строго подчиняя родителям, и в родителях возбуждая любовь к детям. И не этим только, но и другим еще, четвертым способом. Бог крепко и тесно связал нас с ними. Он не только детей злых в отношении к родителям наказывает, а к добрым благоволит. Но точно так же поступает и с родителями, тяжко наказывая неродящих о детях, а попечительных удостаивая почести и похвал. Как и того старца Илия в других отношениях знаменитого, он наказал за одно только неродение о детях, а патриарха Авраама наградил за его попечительность не менее, как и за другие добродетели. Сказав о многих и великих дарах, которые обещал дать ему, и приводя причину, он указал на эту его добродетель. «Знаю, — говорит он, — что заповедал Авраам сынам своим и дому своему после себя, сохранять пути Господа Бога, творить правду и суд». Бытие 18.19 Это сказано, но и теперь для того, чтобы мы знали, что Бог не будет снисходительно переносить неродение о тех, о которых Сам Он столько печется. Ибо невозможно, чтобы один и тот же Бог и столько делал Сам для спасения детей и оставлял без внимания неродение о них со стороны родителей. Так Он не оставит этого без внимания, но будет сильно негодовать и гневаться, как и оказалось на самом деле. Посему и блаженный Павел, настоятельно убеждая, говорит «Отцы, воспитывайте детей своих в страхе и учении Господним». Если мы имеем повеление неусыпно заботиться о душах их, ибо Слово должны отдать за них. Тем более Отец, который родил сына, воспитал и постоянно живет с ним. Как не может Он прибегать к извинению и оправданию в своих собственных грехах, так точно и в проступках детей. И это также ясно выразил блаженный Павел. Заповедуя, каковыми должны быть принимающие начальства над другими, он вместе со всеми другими необходимыми для них качествами требует и попечительности о детях. Так что нет нам извинений, когда дети у нас развратны. И совершенно справедливо. Потому что если бы порочность в людях была от природы, то иной имел бы право прибегать к извинению. Но так как мы бываем и худы, и хороши по свободной воле, то какое благовидное оправдание может представить допустивший то до развращения порочности сына, любимого им больше всего? То ли, что не хотел сделать его честным? Но ни один отец не скажет этого, потому что сама природа настоятельно и непрерывно побуждает его к тому. Или то, что не мог? Но и этого нельзя сказать, потому что многое. И то, что он взял сына на свое попечение еще в нежном возрасте, и то, что ему первому и одному только вручена власть над ним, и то, что он постоянно имел его при себе, делает для него воспитание сына легким и очень удобным. Таким образом, развращение детей происходит ни от чего другого, как от безумной привязанности родителей к житейскому. Обращая внимание только на это одно, и ничего не желая считать выше этого, а они необходимо уже не родят о детях с их душою. О таких отцах я сказал бы, и никто пусть не приписывает этих слов гневу, что они хуже даже дета убийц. Все отделяют тело от души, а эти то и другую вместе взбергают в огонь гиенский. То и смерти подвергнутся неизбежно, по естественной необходимости. А этой можно было бы избежать, если бы не довела до нее беспечность отцов. Притом смерть телесную сможет уничтожить воскресение, как скоро наступит оно. А по гибели души ничто уже не вознаградит. За ней следует уже не спасение, а необходимость вечно страдать. Следовательно, мы не несправедливо сказали бы, что такие отцы хуже дета убийц. Не так жестоко изострить меч, взять его в правую руку и вонзить в самое горло сына, как погубить и развратить душу, потому что ничего равного ей нет у нас. Что же скажет, неужели живущему в городе и имеющему дом и жену невозможно спастись? Конечно, не один способ спасения, но их много и они разнообразны. Об этом, хотя они определенно, говорит и Христос, возвещая, что у отца обителей много. А с некоторой определенностью, говорит Павел, когда пишет так, иная слава у солнца, иная слава луны, иная слава у звезд, и звезда от звезды разница в славе. Смысл слов его такой. Одни будут сиять как солнце, другие как луна, а иные как звезды. И на этом различии он не остановился, но между самыми звездами показывает великую разность, такую, какой естественно быть при таком множестве их. Звезда, говорит, разница от звезды в славе. Представь же, переходя от великого солнца до последней из всех звезд, сколько может пройти степеней достоинства. Поэтому не странно ли, что ты, если ведешь сына в царский дворец, то и сам делаешь, и терпишь все, и его убеждаешь к тому же, чтобы сделать его близким к царю, и не обращаешь внимания решительно ни на что, ни на издержки, ни на опасность, ни на самую смерть. А когда предлагается нам подумать о воинстве небесном, то не скорбишь, если сын твой получит там последнее место и станет ниже всех. Впрочем, если угодно, посмотрим еще и на то, возможно ли вращающемуся в мире получить и это место. Блаженный Павел изъяснил это кратко, сказав, что имеющие жен могут спастись не иначе, как только если они будут иметь их так, как не имеющие, и не станут злоупотреблять миром. А мы, если хочешь, распространим речь об этом. Итак, можешь ли ты сказать, что сын твой или во время совещания с тобой услышал или сам узнал когда-нибудь, что клянущийся, хотя бы клялся не ложно, оскорбляет Бога? Так же, что злопамятному спастись невозможно, ибо пути говорится в Писании злопомнящих смерть. Прича 12, 28. Или что злоречивого Бог так посрамляет, что даже устраняет его от чтения Свола Божия? Та же, что гордого и дерзкого он не извергает с неба и предает енскому огню? Или, что взирающего на жену с нецеломудренными очами наказывает, как действительного прелюбодея? А столь обыкновенного у себя греха осуждения ближних, навлекающего нас тягчайшее наказание, убеждал ли ты когда-нибудь сына избегать этого греха? И читал ли ему Христовы заповеди об этом? Или сам ты не знаешь, что есть в такие заповеди? Как же сын будет в состоянии исполнять то, заповедей о чем не знает и сам отец, который должен бы научить его? И о, если бы было только это зло, что вы не советуете детям ничего полезного, оно не было бы так велико. Но теперь вы увлекаете их еще в противоположное. В самом деле, когда отцы убеждают детей заниматься науками, то в их разговоре с детьми не слышно ничего другого, кроме таких слов. Такой-то человек низкий и из низкого состояния, совершившись в простонаречии, получил весьма высокую должность, приобрел большое богатство, взял богатую жену, построил великолепный дом, стал для всех страшен и знаменит. Другой говорит, такой-то, изучив итальянский язык, блистает при дворе и всем там распоряжается. Иной опять указывает на другого, и все на прославившихся на земле. А о небесном никто ни разу не вспоминает. Если же иной попытается напомнить, то он прогоняется, как человек, который все расстраивает. 89. Итак, вы, когда напеваете это детям с самого начала, учите их ни другому чему, как основанию всех пороков, вселяя в них две самые сильные страсти, то есть корыстолюбие и еще более порочную страсть, суетное тщеславие, каждая из них и порознь может не извратить все. А когда они обе вместе вторгнутся в нежную душу юноши, то подобно соединившимся бурным потокам извращают все доброе и наносят столько терния, столько песку, столько шору, что делает душу бесплодной и не способной ни к чему доброму. Это могут засвидетельствовать нам изречения и внешних писателей. Так, из этих страстей одну, не соединенную с другую, но саму по себе один назвал верхом, а другой главой зол. Если же одно корыстолюбие в отдельности есть верх и глава зол, то когда оно соединится с другим, гораздо жесточайшим и сильнейшим, то есть безумным тщеславием, и вместе с ним шторнется в душу юноши, укоренится в ней и овладеет ею, то кто после в состоянии будет истребить эту болезнь, особенно когда и отцы и делают, и говорят все, чтобы не ослабить эти злые растения, но еще укрепить их. Кто так неразумен, что не потеряет надежды на спасение воспитываемого таким образом сына? Желательно, чтобы душа, воспитанная в противоположном направлении, избегло порочности. Когда же наградой за все считаются деньги и для соревнований предлагаются люди порочные, тогда какая надежда на спасение? Пристрастившиеся к деньгам неизбежно бывают и завистливы, и склонны к клятвам, и вероломны, и дерзкие, и злоречивые, и хищные, и бесцельные, и наглые, и неблагодарные, и исполненные всех зол. Достоверный свидетель этого блаженный Павел, сказавший, что сребролюбие есть корень всякого зла в жизни. И прежде него тоже изъяснил Христос, возвещая, что порабощенный этой страсти не может служить Богу. Итак, если юноша будет увлечен в это рабство с самого начала, то когда он будет в состоянии сделаться свободным, как может избавиться от потопления, если все толкает его, все погружает и усиленно подвергает необходимости потонуть. Если бы без всякого препятствия, если бы при помощи многих, подающих ему руку, он мог бы поднять, осмотреться и смыть в себя пену порочности, не было ли бы это вожделенно? Не надлежало ли бы хвалить его и тысячекратно украшать венцом и тогда, если бы он, долговременно слушая божественное песнопение, был в состоянии изгнать из себя вторшиеся недуги. Привычка сильна, способна одолевать и увлекать душу, особенно, когда ей содействует удовольствие, а та добродетель, к которой мы стремимся и стараемся достигнуть, требует от нас много трудов. Поэтому и Бог, когда надлежало потомкам евреев оставить старую привычку к злу, то есть египетскую, взяв их одних в пустыне и удалив от развратителей, сколько можно дали, исправлял души их в пустыне, как бы в каком монастыре, употребляя все способы врачевания, и более тяжелые, и более приятные, и не опуская совершенно ничего, что только могло послужить к их исцелению. Однако и при этом они не избегли порочности, но, получая манму, требовали луку и чесноку и всякой мерзости египетской. Такое зло привычка. Так иудеи, пользовавшиеся таким попечением Божиим, имевшие такого превосходного и доблестного вождя, вразумляемые страхом, и угрозами, и благодеяниями, и наказаниями, и всяким образом, и видевшие столько чудес, не сделали с лучшими. Как же думаешь, ты, сын твой, состояние будет избегнуть сетей дьявола, будучи молод, вращаясь среди Египта, или лучше среди дьявольского воинства, не слыша ни от кого ни одного полезного совета, и видя, что все, а больше всех родители и воспитатели ведут его к противному. Как? При помощи ли твоих увещаний? Но ты внушиваешь ему противное и не позволяя ему вспомнить о любомудрии даже во сне, напротив, постоянно занимая его настоящую жизнью и относящимся к ней, еще более содействуешь его потоплению. Или сам собою? Нет, юноша сам по себе недостаточно силен к подвигам добродетеля, а если бы и произвел что-либо доблестное, то оно скоро, прежде нежели возрастет, заглохнет от наводнения слов твоих. Как тело не может прожить даже малое время, если питается нездоровой, но вредной пищей, так и душа, получая такие внушения, не может никогда помыслить о чем-либо доблестном и великом. Но подвергаясь такому расстройству и расслаблению, постоянно объемлясь порочностью, как бы какой заразою, она, наконец, неизбежно низвергнется в гиенну и там погибнет. 91. Господи, если же скажешь, что это не так, но что и живущему в мире можно совершать все добродетели, если не шути, а обдуманно и действительно будешь говорить это, то не поленись объяснить нам это новое и странное учение, потому что и мне не хотелось бы утруждаться напрасно и подвергать себя таким лишением. Впрочем, я не могу принять такого учения и вы сами виной тому, потому что и словами и делами своими противоречите этому мнению и учите противному. Вы, как будто нарочито стараясь погубить детей, позволяете им делать все то, делая, что невозможно спастись. Безгляни несколько повыше. Горе сказано в Писании смеющимся, а вы подаете детям множество поводов к смеху. Горе богатым, а вы предпринимаете все меры, чтобы они разбогатели. Горе, когда все будут говорить о вас хорошо, а вы часто тратите целое имущество для людской славы. Еще поносящий брата своего повинен гиенне, а вы считаете слабыми и трусливыми тех, кто молчаливо переносит обиды от других. Христос повелевает воздерживаться от ссоры и тяжбы, а вы постоянно занимаете детей этими злыми делами. Он повелел во многих случаях вырывать око, если оно причиняет вред, а вы с теми особенно и вступаете в дружбу, кто может дать денег, хотя бы учил крайнему разврату. Он не позволил отвергнуть жену, кроме одной только вины прелюбодеяния, а вы, когда можно получить деньги, позволяете пренебрегать этой заповедью. это. выведете неудачительность человеколюбием, несправедливость мужеством. Потом, как будто мало этого обмана, вы добродетели называете противоположными наименованиями скромность, неучтивостью, кротость, трусостью, справедливость, слабостью, смирение, раболепством, незлобие, бессилием, как будто опасаясь, чтобы дети, услышав от других истинные названия этих добродетелей и пороков, не удалились от заразы. Ибо название пороков прямыми и подлинными их наименованиями немало способствует к отвращению от них. Оно может так сильно поражать грешников, что часто многие, отличающиеся бесчестнейшими делами, не переносят равнодушие, когда их называют тем, что они есть на самом деле, но приходит сильный гнев и зверское раздражение, как будто терпят что-нибудь ужасное. Так, если бы кто бесчестную женщину и развратного юношу назвал по этому постыднейшему пороку, тот сделался бы непримиримым врагом их, как будто нанесший величайшую обиду. И не только эти люди, но сребролюбец и пьяниц, и гордец, и вообще все преданные тяжким порокам, как всякий знает, поражаются и оскорбляются не столько самым делом и мнением людским, сколько названием по своим делам. Я знаю много и таких, которые этим способом были образумлены, и от резких слов сделались более скромными. А вы отняли у детей и это врачество, и что еще тяжелее, преподаете им недоброе внушение не только словами, но и делами, строите великолепные домы, покупаете дорогие поместья, окружаете их и прочим блеском, и всем этим, как бы каким густым облаком, омрачаете их душу. Чем же я могу убедиться, что им возможно спастись, когда я вижу, что их склоняют к таким делам, за которые Христос возвестил неизбежную погибель, когда вижу, что вы о душе как бы о чем-то ненужном не брежете, а о том, что действительно излишне заботитесь как о необходимом и важнейшем, чтобы был у сына слуга, чтобы был конь, чтобы была самая лучшая одежда, вы делаете все, а чтобы он сам был хорош, об этом подумать никогда не хотите, но простирая до такой степени заботливость о деревах и камнях, душу не удостаивайте и малейшей части такого попечения, чтобы на доме стояла дивная статуя и кровля была золотая, вы все готовы потерпеть, а чтобы драгоценнейшее всякого извояния душа была золотая, об этом и помыслить не хотите. 93. Но я еще не сказал о вершине зол, не раскрыл главного нечестия, и хотя много раз приступал к этому со стыдом, но много раз стыдом же и удерживался. Что же это такое? Надо нужно наконец об этом сказать. Было бы большой робость, если бы желающие истребить какое-нибудь зло, не смели и слова сказать о нем, как будто молчание само собой исцелит болезнь. Не встанем же молчать, хотя бы тысячу раз пришлось нам стыдиться и краснеть. И врач, когда хочет очистить гнилость, не откажется взять в руки нож и вложить пальцы в самую глубину раны. Так и мы не откажемся говорить об этом. Тем более, чем глуснее это гниль. Какое же это зло? Какая-то новая и беззаконная страсть вторглась в нашу жизнь. Постигла нас болезнь тяжкая и неисцельная, поразила язва, жесточайшая из всех язву. Измышлено какое-то новое и нетерпимое беззаконие, потому что нарушаются не только писанные, но даже и естественные законы. Для распутства уже мало любодеяния, и как в болезнях последующее сильнейшее страдание заглушает ощущение предшествовавшей боли, так и чрезмерность этой язвы делает то, что уже не кажется нетерпимым и нетерпимое разврат женщины. Хотя откажется иметь возможность избегать этих сетей, и женскому полу предстоит уже опасность сделать излишним, так как его во всем заменяют отроки. И не только это ужасно, но и то, что такая мерзость совершается с полной безопасностью и беззаконие стало законом. Никто уже не опасается и не страшится, никто не стыдится и не краснеет, но еще хвалятся этим позором, и целомудренные кажутся безумными, а обличающие не здравомыслящими. Если они слабы, то подвергаются побоям, а если сильны, то терпят насмешки, поругания и бесчисленные издевательства, не помогают ни суды, ни законы, ни воспитатели, ни отцы, ни приставники, ни учители. Одних успели развратить деньгами, другие имеют в виду только то, чтобы им было жалование. А из тех, которые добросовестны и заботятся о спасении вверенных им, одни легко подаются укрывательству и обманам, а другие боятся силы развратников. Легше спастись за подозренному в тирании, нежели избежать рук этих нечестився тому, кто попытался бы удалять от них детей. Так среди городов, как бы в великой пустыне, мужи разжигаются похотью друг на друга. Если же некоторые избежали этих сетей, то нелегко им избегнуть худой славы от таких развратников. Во-первых, потому что их весьма немного, отчего они легко затмеваются множеством порочных. Во-вторых, потому что сами окаянные злые демоны, не имея возможности иначе мстить презирающим их, стараются вредить им этим способом. Не имея сил нанести смертельную рану и поразить самую душу, они стараются по крайней мере повредить их внешнему украшению и лишить всякой доброй славы. Посему многие, слышал, я удивляются, как и теперь не испытал еще другой огненный дождь и не спал. Как еще не подвергся участи Содома наш город, достойный наказания тем более тяжкого, что не вразумился и бедствиями Содома? Несмотря на то, что та страна уже две тысячи лет видом своим сильнее, чем голосом взывает к людям всей вселенной, чтобы не дерзали на такую гнусность, они не только не воздерживаются от этого греха, но стали еще бесстыднее, как будто соседуясь с Богом и стараясь показать своими делами, что они тем более будут предаваться этим порокам, чем более он будет угрожать им. Почему же не произошло ничего такого? Грехи Содомские совершаются, а Содомских наказаний нет, потому что их ожидает другой огонь более жестокий и наказание бесконечное. Так и жившие после потопа дерзали совершать дела гораздо более нечестивые, нежели погибшие от потопа. Однако с того времени не было такого наводнения. И здесь опять та же самая причина. Иначе почему жившие в первые времена, когда и судов не было, и страх перед начальниками не тяготел, не было ни угрожающего закона, ни вразумляющего сонма, пророков, ни ожиданий гиенны, ни надежды царствия, ни другого любомудрия, ни чудес, способных оживить даже камни. Почему люди, не имевшие ничего этого, понесли за свои грехи такое наказание? А получившие все это, и живущие под таким страхом судов божеских и человеческих, да ныне еще не потерпели одинаково с теми, тогда как они достойны более тяжкого наказания. Не ясно ли и для младенца, что они сберегаются для строжайшего наказания осуждения? Если мы так гневаемся и негодуем, то как допустит беззаконного совершать такие дела Бог, который более всего печется о человеческом роде и крайне отвращается и ненавидит порочность? Этого быть не может, нет. Он непременно наложит на них крепкую руку, нанесет нестерпимый удар и подвергнет мучениям столь жестоким, что бедствия, постигшие Содом, в сравнении с ними, покажутся игрушкою. Подлинно, каких варваров, какую породу зверей не превзошли эти люди своей бесстыдной похотью? Бывает известных вожделения сильной и похоть неудержимой, не отличающейся от бешенства. Но и они не знают этой страсти, а удерживаются в пределах природы, и сколько бы ни раздражались, не нарушают законов природы. А эти, одаренные разумом, сподобившиеся божественного учения, преподающие другим, что должно делать и чего не должно, и слышавшее писание, не шедшее с неба, ни с такой наглостью совокупляется с блудницами, как с отроками. Они с таким неистовством покушаются на все, что будто они не люди, а как будто нет промысла Божия, бодрствующего и судящего дела, но как будто бы все покрыло тьма, и никто не видит и не слышит этого. А отцы расплеваемых отроков переносит это молча, не зарываются в землю вместе с детьми и не придумывают какого-либо средства против зла. Между тем, если бы надо было от этого недуга отправить детей на чужбину, на море, на острова, на необитаемую землю, на самый отдаленный от нас край вселенной, не надлежало ли бы сделать и потерпеть все, чтобы не было таких мерзостей? Когда какое-либо селение подвергается болезни и заразе, то не уводим ли мы оттуда детей, хотя бы там предстояло им много выгод, хотя бы сами они были совершенно здоровы. А теперь, когда все объяла такая зараза, мы не только сами влечем их к этим пропастям, но и тех, которые хотят избавить их, отгоняем как губителей. Какого же гнева, каких громов недостойно это, когда язык их мы стараемся очистить помощью внешнего образования, а душу, лежащую с самой мерзости разврата и постоянно расплеваемую, не только оставляем без внимания, но и препятствуем, когда она хочет восстать. Уже ли же осмелится кто-нибудь еще сказать, что живущим в таких пороках может спастись? Каким образом? Иные, конечно, избежали неистосов развратников, впрочем, таких но и они не избегают тех жестоких и всегубительных страстей, корыстолюбия и честолюбия, а большая часть заражены этими самыми страстями и в гораздо большей степени сладострастием. Далее, когда мы хотим ознакомить детей с науками, то не только устраняем препятствия к учению, но и доставляем им все содействующее ему, приставляем к ним воспитателей учителей и держим деньги, освобождаем их от других занятий, и чаще, чем представники на олимпийских играх, твердим им о бедности от неучения и богатстве от учения. Делаем и говорим все и сами и через других, чтобы довести их до окончания предпринятого занятия, и при всем том часто не успеваем. А скромность нравов и строгость доблестной жизни неужели, по вашему мнению, придут сами с собой и при том при столь многих к тому препятствиях? Что может быть хуже этого неразумия на самое легкое обращать столько внимания и забот, как будто бы иначе и нельзя успеть в этом, а о гораздо более трудном думать, что оно как бы что-нибудь пустое и ничтожное, сбудется и при нашем сне. Но любомудрее души настолько труднее и тяжелее изучение наук, насколько деятельность труднее разглагольствование и насколько дела труднее слов. 96. А для чего, скажешь, нашим детям нужно это любомудрый и строгий образ жизни? Вот это самое изгубило все, что дело, столь необходимое и поддерживающее нашу жизнь, считается излишним и ненужным. Увидев сына больным по телу, никто не скажет, для чего нужно ему доброе и крепкое здоровье. Напротив, всячески постарается привести его в такое благосостояние, что у болезни более не возвратилось. А когда заболевает душа, то, говорят, не нужно никакого лечения и после таких слов осмеливается называть себя отцами. Что же скажешь, неужели всем нам любомудрствовать, а житейским делам погибнуть? Нет, почтеннейший, не преданность любомудрию, а нелюбомудрия погубила и расстроила все. Кто, скажи, мне расстраивает настоящее положение дел, теле, которые живут воздержно и скромно, или те, которые выдумывают новые беззаконные способы наслаждений, теле, которые стараются захватить себе все чужое, или те, которые довольствуются своим, теле, которые имеют толпы слуг и окружают себя райами льстецов, или те, которые считают для себя достаточным только одного слугу, предполагая еще невысокой любомудрия, но доступной многим, человеколюбивые ли и кроткие и неимущие похвалы от народа, или те, которые требуют ее от единоплеменников более всего должного, и делают тысячу неприятностей тому, кто не встанет перед ними, не скажет первое приветствие, не поклонится, не выхажет раболепство, те ли, которые стараются повиноваться, или те, которые стремятся к власти или начальству, и для этого готовы сделать и перенести все, те ли, которые считают себя лучше всех и поэтому думают, что им можно говорить и делать все, или те, которые ставят себя в числе последних и этим укращают безумное своеволие страстей, те ли, которые строят великолепные домы и предлагают роскошные трапезы, или те, которые не ищут ничего, кроме необходимого пропитания и жилища, те ли, которые прирезывают себе тысячи десятин земли, или те, которые не считают для себя нужным приобретение одного холма, те ли, которые прилагают проценты к процентам и гоняются путем неправды за всяким прибытком, или те, которые раздирают неправедные записи и своей собственности помогают нуждающимся, те ли, которые признают немощь человеческой природы, или те, которые не хотят и знать этого, но от чрезмерной гордости даже перестали считать себя людьми, те ли, которые питают блудницы, оскверняют чужие браки или те, которые воздерживаются от своей жены? Первое, не то же ли в общественной жизни, что опухоли на теле и бурный ветер на море, своей невоздержностью потопляя тех, которые сами по себе могли бы спастись? А последнее, как яркие светила среди глубокого мрака, не призывает ли бедствующих среди моря к своей безопасности и возжегшие вдали на высоте светильники любомудрия, не руководят ли таким образом желающих спокойную пристань? Но от первых, не от первых ли возмущений и войны, и ссоры, и разрушения городов, и угнетения, и порабощения, и пленения, и убийства, и бесчисленные бедствия в жизни, не только наносимые людям от людей, но и все посылаемые с неба как-то засухи, и наводнения, и землетрясения, и разрушения, и потопления городов, и голода, и язвы, и все прочее, что свыше насылается на нас. Так они извращают общественную жизнь, и губят общее благо, они причиняют бесчисленные бедствия и другим, беспокоя ищущих спокойствие, развлекая и возмущая их со всех сторон, для них и суды, и законы, и взыскания, и различные роды наказаний. Как в доме, где много больных, а здоровых мало, можно найти много лекарств и приходящих врачей. Так во вселенной нет народа, нет города, где бы не было многое и законов, много и начальников, много и наказаний, потому что лекарства сами по себе не могут восстановить больного, а нужны еще те, которые бы прилагали их. Таковы и есть судии, заставляющие этих больных волей и неволей принимать врачевания. Однако и при этом болезнь так усилилась, что превзошла самоискусство врачей и вошла в самих судей. И теперь происходит то же, как если бы кто, страдая горячкой, водянкой и множеством других жесточайших болезней, и не одолевая собственных недугов, стал усиливать и избавлять других, одержимых теми же недугами. Так волны пороков, подобно стремительному потоку, разрушив все преграды, вторглись в души людей. Но что я говорю об извращении общественной жизни? Эта язва, занесенная нечестивцами, угрожает истребить во многих даже самое понятие о промысле Божьем. Так она распространяется, возрастает, стремится овладеть всем, перевернула все вверх дном и наконец восстает против самого неба, вооружая языки людей уже не против подобных им рабов, но и против самого Господа-Вседержителя. Откуда скажи мне так много речей о судьбе? Отчего многие приписывают все происходящее неразумному течению звезд? Почему некоторые предпочитают счастье и случаи? Отчего думают, что все делается без причины и без цели? От тех ли, которые живут скромно и воздержно? Или от тех, о которых ты говоришь, будто они поддерживают общественную жизнь? А я доказал, что они общая язва вселенной? Очевидно от последних. Никто не соблазняется тем, что такой-то любомудрствует и презирает настоящее, но тем, что такой-то богатеет, роскошествует, предан корыстолюбию и хищничеству, что он при своей злобе и бесчисленных пороках блестает и благоденствует. На это ропщут и жалуются неверующие в Бога. Этим многие соблазняются, тогда как по поводу живущих скромно не только не скажут ни одного такого слова, но и стали бы осуждать самих себя, если бы склонялись роптать на промысл Божий. Если бы все или даже большая часть людей захотели так жить, то никто и не подумал бы о подобных речах, и не возникло бы главнейшего из этих зол, исследования о том, откуда зло. Если бы зло не существовало и не обнаруживалось, то кто стал бы отыскивать причину зла и этим изысканием производить бесчисленные ереси. Так и Маркион, и Манес, и Валентин, и большая часть язычников отсюда получили начало. Но если бы все любомудрствовали, то не было бы такого изыскания. Напротив, если не из чего другого, то из этого наилучшего образа жизни все узнали бы, что мы живем под властью царя, Бога, и что он распоряжается и управляет нашими делами по своей премудрости и разуму. Это, конечно, совершается и теперь, но нелегко высматривается вследствие великой мглы, которая распространилась по всей вселенной, а если бы этого не было, то промысл Божий открылся перед всеми, как в светлый полдень в ясную погоду. Подлинно, если бы не было ни судов, ни обвинителей и клеветников, ни истязаний и пыток, ни темницы наказаний, ни отнятия и имений и потерь, ни страховой опасности, ни вражды и козней, ни злословий и ненависти, ни голода и зараз, ни иного, чего из перечисленных бедствий, но все жили бы с надлежащей скромностью. Тогда кто из всех живущих усомнился бы в Божьем промысле? Никто. А теперь происходит то же, как если бы во время бури кормчий делал все со своей стороны и старался бы спасти судно. Но его ревностное искусство не было бы замечено находящимися на судне вследствие смятения и страха и беспокойства от угрожающих бедствий. Так и Бог управляет вселенной и теперь. На многие не видят этого вследствие смятения и неустройства в дела, которые эти люди производят больше всех, так что не только извращают общественную жизнь, но вредят и благочестию. И тот не погрешил бы, кто назвал бы общими врагами этих людей, которые живут во вред спасения других, потопляя своими гнусными учениями и нечистой жизнью плывущих вместе с ними. 99. Ничего такого нельзя видеть в монастырях, но хотя бы в мире поднялась буря, отшельники одни сидят в пристани в спокойствии и великой безопасности, как бы с неба взирая на кораблекрушение других, потому что они избрали образ жизни достойный неба и пребывают в нем не хуже ангелов. Как между ангелами нет никакого нестроения? Нет того, чтобы одни благоденствовали, а другие терпели крайнее бедствия, но все одинаково наслаждаются миром, радостью и славою, так и здесь. Никто не жалуется на бедность, никто не превозносится богатством. Это твое, а это мое. Такое разделение, неизвращающее и смущающее все дела, изгнано отсюда, все у них общее, и трапеза, и жилище, и одежда. И что удивительного в этом, когда и самая душа у всех одна и та же. Все они благородно одинаковым благородством, рабы одинаковым рабством, свободы, свободно одинаковые свободы, одно там у всех богатство, истинное богатство, одна слава, истинная слава, потому что благо их не в названиях, а в делах. Одно удовольствие, одно стремление, одна надежда у всех, все у них благоустроено как бы по меру и весу, и нет никакой неправильности, но порядок, стройность и гармония, самое точное согласие и постоянное соблюдение благодушия. Посему все они и делают и терпят все для того, чтобы им благодушествовать и радоваться. Только там и можно находить это в чистом виде, а в другом месте нигде. Не от того только, что у них презирается настоящее, устранен всякий повод к несогласию и вражде, имеется светлая надежда на будущее, но и от того, что случающиеся с каждым скорби и радости считаются для всех. И скорбь проходит легче, когда все согласно помогают каждому нести бремя, и для благодушия много поводов имеют те, которые радуются не своему только благополучию, но и чужому не менее, как и своему. Так и у нас. Как пошли бы дела, как пошли бы, если бы все мы стали подражать им. Теперь они пропадают и расстроены от тех, которые далеко уклонились от такого образа жизни. А ты, утверждая противное, делаешь то же, как если бы кто хорошо настроенную лиру стал охуждать, как негодную, а испорченную с измерным напряжением или ослаблением струн, назвал бы годной для игры и для усиления зрителей. Но как по отношению к говорящему это мы не стали бы искать другого еще доказательства невежества его в музыке, так и по отношению к утверждающим вышесказанное не нужно другого яснейшего доказательства их недоброжелательности и ненависти к людям. А что говорят отцы более скромные? Пусть говорят они, дети прежде займутся науками и усовершенствовавшись в красноречии потом уже и переходят к этому любомудрию. Тогда никто не будет препятствовать. Но откуда известно, что они непременно достигнут мужеского возраста? Многие скончались подвержены преждевременной смерти. Впрочем, пусть это будет так. Положим, что они достигнут возмужалости возраста. Кто поручится за весь предшествующий возраст? Не желая спорить, я скажу, что если бы кто представил надежное в том вручательство, то я не вывел бы в пустыню приобревших такое искусство. Напротив, тогда особенно и посоветовал бы им оставаться в городе и не похвалил бы тех, которые стали бы склонять их к бегству, но отнесся бы к ним как к врагам общественной жизни, так как, срывая светильники и унося светило из города в пустыню, они лишили бы живущих там величайших благ. Но если никто не будет обещать этого, то какая польза посылать детей к учителям, где они научаются прежде красноречию порокам, красноречия, и желая приобрести мнение важное, потеряет важнейшее силу души и все доброе настроение. Так что же, разрушить нам скажут училище, я не говорю этого, но говорю о том, как бы нам не разрушить здание добродетели и не заглушить живой души. Когда душа целомудрена, тогда не будет никакой потери от незнания красноречия, а когда она развращена, тогда бывает величайший вред, хотя бы язык был весьма изощрен, и тем больше, чем больше это искусство. Ибо порочность в соединении с искусством в слове производит гораздо худшие беды, необразованность. А если скажешь ты, они удалившись туда, при необразованности языка не будут иметь и добродетели, а если скажи мне, они останутся в городе при развращении души, не приобретут в школе никакого красноречия, мне позволительнее будет сказать это мне, нежели тебе, твое. Почему? Потому что хотя то и другое, как будущее неизвестно, но твое более сомнительно. Как и почему? Потому что для надлежащего занятия красноречием нужна добрая нравственность, а добрая нравственность не нуждается в пособии красноречия. Можно быть целомудренным и без этого знания, но никто никогда не приобретет силы красноречия без добрых нравов, проводя все время в пороках и распутстве. Таким образом, чего ты боишься там, того же должно бояться и здесь. И здесь тем больше, чем чаще неудачи и чем высшему угрожает опасность. Там нужно заниматься только одним, а здесь предстоит овладеть двумя предметами, так как невозможно приобрести одного без другого, без благонравности изучить красноречие. Но если хочешь, предположим невозможное возможным. Что будет нам доброго от знания красноречия, когда у нас будет поражено самое существенное? И что худого от незнания, когда у нас исправно самое важное? И это признано не только у нас, которые смеемся над внешней мудростью, посчитаем ее буйством, но даже у самих внешних философов. Посему многие из них не очень заботились об этом знании, а другие и совсем пренебрегли им, и до конца остались неудачными, и посвятив всю свою жизнь нравственной части философии, сделались весьма знаменитыми и славными. Так анахарсис, кратис, диаген, нисколько не заботились об этом искусстве, а некоторые говорят тоже о Сократе, и это может засвидетельствовать нам тот, кто более всех отличался в этом искусстве, и точнее других знал дела его. Ведя Сократа в судилище для оправдания, в защитительной речи перед судьями, Платон представил его говорящим так, Афиняне, вы услышите от меня всю правду, клянусь Зевсом, а не речи расцвеченной и разукрашенной подобно речам судей отменными выражениями и словами, нет, вы услышите речи, сложенные просто и прямо, словами, какие случатся, ибо я уверен в справедливости того, что говорю, и никто из вас пусть не ожидает чего-нибудь другого, и с моим возрастом не сообразно было бы явиться перед вами подобно юноше, сочиняющему речи. Этими словами он показал, что не учился красноречию и не пользовался им ни по лености, но потому что не считал его важным. Итак, красноречие не дело философов и вообще мужей, а предмет честолюбия для забавляющихся юношей, как думают и сами философы, не только прочие, а даже и тот, который в этом превзошел всех, и он не допускает своему учителю украшаться этим искусством, считая такое украшение постыдным для философа. Эти примеры справедливо было бы привести для неверующего, но еще более для верующего. Не странно ли, что те, которые гонятся за похвалами, толпы и не могут ничем другим отличиться, как только внешней мудростью, считают ее за ничто, а мы так восхищаемся и увлекаемся и что ради нее пренебрегаем самым необходимым. Итак, для неверующего довольно этих примеров, а для верующего, кроме этих, необходимо привести наши примеры. Какие же? тех великих и святых мужей, из которых у первых не было грамотности, у последующих была грамотность, но еще не было искусства красноречия, а у позднейших была и грамотность, и искусство красноречия. Первые не знали ни того, ни другого, потому что не учились не только красноречию, но и самой грамоте, однако же в тех самых случаях, в которых особенно необходима окажется сила красноречия, они так превзошли самых сильных в нем, что эти оказались хуже неразумных детей. Если сила убеждений заключается в красноречии, однако философы не убеждают ни одного тирана, а люди некнижные и простые обращают всю вселенную, то очевидно торжество мудрости принадлежит простым и некнижным, а не изучавшим то и другое искусство. Так истинная мудрость и истинное образование есть ничто иное, как страх Божий. И пусть никто не думает, будто я узаконяю, чтобы дети оставались невеждами. Нет, если кто поручится насчет самого необходимого, я не стану препятствовать, чтобы у них было в избытке и это искусство. Как тогда, когда колеблется основание и весь дом со всем зданием находится в опасности, упасть, было бы крайне бессмысленно и безумно бежать к красильщикам, а не к строителям. Так и тогда, когда стены стоят твердо и крепко, было бы неуместным упрямством препятствовать желающему окрасить их. А что я говорю это от души? Расскажу вам теперь то, что я дознал на деле. Один юноша, очень богатый, поселился некогда в нашем городе для изучения латинской и греческой словесности. Этот юноша имел при себе воспитателя, у которого было одно только дело образовать его душу. Пришедший к этому воспитателю, он был исчезла живущим в горах, я попытался узнать, по какому поводу он, посвятивший себя этой мудрости, вступил в жизнь воспитателя. Он сказал, что ему остается немного времени провести в этом занятии и рассказал нам все предшествовавшее. У этого юноши, говорил он, отец суров и жесток и предан житейским делам, а мать благонравная, рассудительная, строгая и стремящаяся только к небу. Отец, как оказавший много заслуг на войнах, хочет устроить сына в своем звании, а мать не хочет этого и не соглашается и даже сильно противится. Она молится и желает видеть сына сияющим в монашеской жизни. Но сказать это отцу она не посмела, потому что боялась, как бы он заметив это, заранее не связала сына с житейскими узами, и отвлекший его от того намерения, не облег его в воинскую одежду со всей ее суетностью и не сделал затем для него невозможную жизнь подвижническую. Посему она придумывает другое средство. Призвав меня к себе в дом и сообщив все это, она взяв правую руку отрока влагает ее в мои руки. Когда же я спросил, для чего делает это, она сказала, что нам остается одно средство к спасению сына, если я пожелаю и соглашусь в качестве воспитателя взять отрока и прийти сюда. А она убедит отца, что если сын изберет и воинскую жизнь, для него однако будет полезно изучение красноречия. Если я говорила она успею в этом, ты живи с ним одним на чужбине и не встречая противодействия ни от отца, ни от кого-либо из родных, будешь иметь возможность образовать его с полной свободой и настроить его жить так, как бы в монастыре. Согласись же и обещай содействовать мне в этом деле. Забота у меня не о маловажном и обеспокоюсь и опасаюсь за душу моего отрока. Не пренебреги же опасным положением того, кто для меня любезнее всего, но ищите его из сетей бури и волнения, которые уже со всех сторон окружают его. Если же ты не хочешь оказать ему милость, то призываю Бога в посреднике между нами и свидетельствую, что я не опустила ничего надлежащего для спасения души его и чиста от крови этого отрока. И если случится ему потерпеть что-либо свойственно человеку молодому, живущему в роскоши и рассеянности, то от тебя и твоих рук взыщет Бог в тот день душу этого отрока. Сказав это еще многое другое и заплакав сильно и горько, она убедила этот труд и с такими внушениями отпустила. И нечетно было придумано ей средство. Благородный воспитатель в короткое время так настроил отрока и такой возбудил в нем огонь ревности к подвигам, что он вдруг бросил все и убежал в пустыню. И нужна была другая мера, чтобы расположить его от усиленного подвижничества к умеренному, потому что была опасность. Как бы он такой ревности прежде времени обнаружив придуманное дело, не возбудил жестокой войны против матери и воспитателей всех монахов. Ведь если бы отец узнал о его бегстве, то не применил бы употребить все меры к тому, чтобы разогнать святых мужей, не только тех, которые приняли сына его, но и всех прочих. Встретив такого сына и сказав ему это и многое другое, я постарался сохранить в нем и даже еще более усилить расположение к любомудрию, но предложил ему жить в городе и заниматься науками, чтобы таким образом принести величайшую пользу сверстникам и укрыться от отца. А это я считал необходимым не только для тех святых и для матери, и для воспитателя, но и для самого отрока. Если бы отец удержал его в самом начале, то вероятно потряс бы в нем роски любомудрые, еще нежные, только что насажденные, но когда пройдет много времени и они хорошо укоренятся, тогда я твердо был уверен, что бы ни случилось, отец не в силах будет повредить сыну. Так действительно и произошло, и надежда не обманула меня. Когда отец по прошествии уже долгого времени приступил к нему и нападал с великой силою, то не только не поколебал этого здания, но обнаружил в нем большую крепость, и многие из товарищей его получили столько пользы от общения с ним, что сделали с его соревнователями. Между тем он, имея постоянно при себе руководителя, подобно статуе, тщательно обделываемой рукой художника, с каждым днем более и более совершал свою душевную красоту. И вот что удивительно, являясь вне дома, он, по-видимому, ничем не отличался от других, потому что и в обращении не был группы суров, и одежду необычной не носил, но и по виду, и по взгляду, и по голосу, и по всему прочему, был таков же, как и все. Поэтому и мог он многих из своих собеседников уловлять в своей сети, скрывая внутри себя великое любомудрие. А если бы кто увидел его дома, то подумал бы, что это один из живущих на горах отшельников, потому что и дом у него устроен был точно как монастырь, не заключая в себе ничего, кроме необходимого. Время все употреблялось на чтение священных книг. Быстро усвояя науки, он внешнему учению уделял малую часть дня, а все остальное время занимался непрестанными молитвами и божественными книгами, и по целому дню оставался без пищи, и даже не по одному и не по два только, но и больше. И ночи были у него свидетелями тех же слез и молитв, и того же чтения. Все это пересказал нам воспитатель тайно, потому что отрок был недоволен, если узнавал, что какой-нибудь из подвигов его обнаружен. Притом он говорил, что отрок и одежду сделал себе из волос, и в ней спал по ночам, нашедший в ней мудрое средство к тому, чтобы скорее вставать от сна. И все прочее делалось у него в точности, как у монахов, и постоянно прославлял он Бога, даровавшего ему столь легкие крылья любомудрия. Итак, если бы и теперь кто показал мне такую душу и представил такого воспитателя, и обо всем прочем обещал столько же позаботиться, и я в тысячу раз больше самих родителей пожелал бы, чтобы дело слагалось так. Улов был бы у нас обильнее, когда бы подобные люди и своей жизни, и возрастом, и постоянным обращением уловляли своих сверстников, но нет никого, кто бы обещал это и сделал, а если нет, то было бы безмерной жестокостью оставить того, кто не может защищать самого себя, но лежит пораженный бесчисленными ранами и на других наводит уныние, терзаясь среди битвы, терзаться, вместо того, чтобы вынести его оттуда. Так и военачальника наказали бы, когда бы он способных сражаться выводил из строя, а раненым и лежащим, которые и других приводят в смятение, приказывал постоянно лежать на месте. 105. Но так как многие из отцов настоятельно желают видеть каждого своего сына, занимающимся красноречием, как бы точно зная, что сын непременно достигнет совершенства в красноречии, то мы не станем спорить об этом и говорить, что он не будет иметь успеха, даже уступим на словах, что он непременно окончит учение и достигнет совершенства. Но пусть будет нам предложено на выбор два дела, или пусть сын, посещая училище, старается изучать науки, или пусть в пустыне течется о душе. В чем лучше, скажи мне, успевать? Если бы возможно было в том и другом, то этого и я желаю, но если одно из двух остается недостижимым, то лучше избрать превосходнейшее. Так скажут на это, но откуда нам известно, что он там останется и устоит и не падет? Многие уже пали, а откуда известно, что он не останется и не устоит? Многие уже устояли, и таких больше, чем павших, так что надо более надеяться из-за этих, нежели бояться из-за тех. А почему ты не боишься того же самого и по отношению к науке, где в особенности следовало бы бояться? Между монахами из многих не достигли цели немногие, а в занятиях науками из многих успели немногие. и не по этому только, а и по многим другим причинам справедливо можно более бояться касательно последнего. Здесь неспособность отрока и неопытность учителей, и небрежность воспитателей, и недосуг отца, и недостаток средств на издержки и жалования, и разность нравов, и порочность, и зависть, и ненависть товарищей, и многое другое препятствует дойти до конца. И не только эти, но и по окончании еще другие большие беды, потому что когда он преодолев все, и не потерпев поражения ни от одного из этих препятствий достигнет до самого верха образования, опять встречаются другие препоны. Здесь и неприязнь начальника, и зависть сослуживства, и неблагоприятные обстоятельства времени, и недостаток друзей, и бедность часто уловляют от цели, удаляют. Но у монахов не так. Им нужно только одно – благородная и добрая ревность. Если это есть, тогда ничто не воспрепятствует достигнуть совершенства в добродетели. Посему несправедливо ли там, где прекрасные надежды, ясные и близки, отчаиваться и бояться? А там, где ожидается противное, в отдаленности и с многочисленными препятствиями, не отчаиваться, а смело надеяться, не сдирая на большую очевидность и многочисленные затруднения? В отношении к наукам смотреть не на случающиеся часто неприятности, но на добрые, редко бывающие последствия, а в отношении к манехам поступать напротив, и там, где надеж на доброе много, устремлять взор только на печальное, а там, где ожидается противное, обращать внимание только на добрые последствия. Между тем, там, когда даже сойдутся все благоприятные обстоятельства, часто преждевременная смерть постигает борца у самой цели и уносит его после бесчисленных подвигов неувенчанным. А здесь хотя бы смерть случилась среди самых подвигов, он тогда именно и отходит особенно славным и увенчанным. Итак, если ты боишься за будущее, то больше должно бояться в отношении к наукам, где много препятствий к достижению конца. В этом деле ты долгое время останешься в ожидании и не смотришь ни на какие встречающиеся препятствия, остаешься в ожидании, ни на издержки, ни на трудность занятий не смотришь, ни на сомнительность успеха, но только на конец. А здесь, когда отрок не вступил еще и в преддверие, еще и не коснулся этого прекрасного любомудрия, ты уже боишься, трепещешь и впадаешь духом в отчаяние. Между тем, сам же ты прежде говорил, что же, ради живущему в городе имеющему дом нельзя спастись? Так, если можно спастись в городе, имея дома жену, то гораздо более без жены и без прочего. Не позволительно одному и тому же человеку то быть уверенным, что спасение возможно и для того, кто связан с житейскими делами, то бояться и трепетать до того, кто будет свободен от всего, как будто без этого невозможно вести доблестную жизнь. Если и живущий в городе мог бы спастись, как ты говоришь, то гораздо более удалившийся в пустыне. Как же ты боишься невозможности здесь, а не боишься ее там, где больше следовало бы бояться ее? 107. Но скажет кто-нибудь, ни одно и то же, погрешил ли мирянин или навсегда посвятивший себя Богу, так как ни с одной высоты падают оба они, то и раны у них не одинаковы. Ты очень заблуждаешься и обманываешься, если думаешь, что иное требуется от мирянина, а другое от монаха. Разность между ними в том, что один вступает в брак, а другой нет. Во всем же прочем, они подлежат одинакой ответственности. Так, гневающийся на брата своего напрасно, будет ли он мирянином или монахом, одинаково оскорбляет Бога, издирающий на женщину с вожделением, будет ли он тем или другим, одинаково будет наказан за это прелюбодеяние. Если же можно прибавить что-нибудь по соображению, то мирянин менее извинителен в этой страсти, потому что не все равно тот ли прельстится красотой женщины, кто имеет жену и пользуется этой утехою, или будет уловлен этим грехом тот, кто вовсе не имеет такой помощи против страсти, даже клянущийся, будет ли он тем или другим, одинаково будет осужден, потому что Христос, когда давал касательно этого повеления и закон, не сделал такого развлечения и не сказал, если клянущийся будет монах, то клятва его от лукавого, а если не монах, то нет, а просто, и вообще всем сказал, я же говорю вам не клянитесь вовсе, и еще сказал, горе смеющимся, не прибавил монахам, но вообще всем положил это правило. Так он поступил во всех прочих великих и дивных повелениях, когда, например, он говорит блаженно нищий духом, плачущие, кроткие, алфящие, жаждущие правды, милостивые, чистые сердца, миротворцы, изгнанные разве правды ради, несущие за него от внешних неверующих упомянутые и неупомянутые поношения, то не приводит название ни мирянина, ни монаха. Такое развлечение привнесено умом человеческим. Писание не знает этого, но желает, чтобы все жили жизнью монахов, хотя бы и имели жен. Послушай, что говорит и Павел, а когда говорю о Павле, говорю опять о Христе. Павел же, в послании обращаясь к людям, имеющим жен и воспитывающим детей, требует от них всей строгости жизни, свойственной монахам. Так устраняя всякую роскошь в одежде и в пище, он пишет такие слова «Жены ваши до состыдливости украшаются целомудрием, ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни драгоценными одеждами». И еще «А питающаяся пространно заживо умерла». И еще «Имея пищу и одеяние, будем довольны». Чего еще больше этого можно было бы требовать от монашествующих? А научая других удерживать язык, он опять постановляет строгие правила такие, которые исполнить трудно и монахам, потому что устраняет не только странные и глупые речи, но и шутовские. Изгоняет из уст верных не только ярость и гнев и обиду, но и крик. Всякий говорит «ярость, гнев, крик со злоречия да будут удалены от вас». Или мало тебе кажется этого? Подожди. И услышишь гораздо больше о том, что он заповедует всем о незлобе, что он говорит «да не зайдет во гневе вашем». Берегитесь, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но заботьтесь о добром друг перед другом и перед всеми. И еще, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. видишь доходящую до самой вершины степень любомудрия и долготерпения. Послушай также, что заповедует он о любви главе добродетелей. Поставив ее выше всего и сказав о ее действиях, он объяснил, что от мирян он требует той же любви, какой требовал Христос от учеников. Как Спаситель сказал, что самая высшая степень любви состоит в том, чтобы душу свою полагать за друзей своих. Так и Павел выразил то же самое, сказав, любовь не ищет своего. И к какой-то любви заповедовал стремиться к такой-то. Так что если бы только это одно было сказано, было бы достаточно для доказательства, что и от мирян требуется то же самое, что от монахов. Потому что любовь есть связь и корень многих добродетелей. А Павел излагает ее и по частностям. Чего же можно требовать больше этого любомудрия? Когда он повелевает быть выше гнева и ярость и крик и любосчезания и всего угодия и роскош и тщеславия и прочего житейского и не имеет ничего общего с землей не иметь. Когда заповедуют умерть ведь члены, то очевидно требуют от нас такой же строгой жизни, какой требовал от учеников Христос и желает чтобы мы были так же мертвы для грехов как умершие и погребенные. Посему и говорит умерший освободился от греха, а в иных местах он навещевает нас подражать Христу, а не только ученикам Него. Так когда убеждает нас к любви, к незлопамятству и к ротости, то приводит в пример Христа. Итак, если Павел повелевает подражать не монахам только, и даже не ученикам, но самому Христу, и не подражающим назначает величайшее наказание, то почему ты называешь их высоту большую? Всем людям должно превратило всю вселенную, что мы думаем, будто только монашествующему нужна большая строгая жизнь, а впрочем, можно жить беспечно. Нет, нет, от всех нас требуется, говорит он, одинаковое любомудрие. Это весьма хотел бы я внушить, или лучше не я, но сам тот, кто будет судить нас. Если же ты еще удивляешься и недоумеваешь, то вот мы опять почерпнем для слуха твоего из тех же источников, чтобы тебе совершенно омыться от всякой нечистоты неверия. Я представлю доказательства от наказаний, имеющих быть в тот день суда. Богач не за то много наказан, что был жестоким монахом, но если можно сказать нечто в пояснении, за то, что будучи мирянином и живя в богатстве и пурпури, презирал Лазаря в крайней бедности. Впрочем, не скажу ни того, ни другого, а только то, что он был жесток и за это терпел тягчайшие муки в огне. И девы, за то, что не имели человеколюбия, были отвержены от брачного чертога. Если можно прибавить нечто и от себя, наказание им не только не было усилено за девств своих, но может быть еще смягчено за это, ибо они не услыхали идите в огонь уготованный дьяволу и ангелам его, но только не знаю вас. Если же кто скажет, что то и другое одинаково, противоречить не стану, потому что я стараюсь теперь доказать, что жизнь монахов не делает наказаний более тяжкими, но что и миряне подвергаются тем же самым наказаниям, если грешат одинаково с ними. Так и 100 динариев потерпели постигшие их беды не за то, что были монахи, но первый погиб за блудодеяние, а последний за злопамятство. Если кто посмотрит и на других, которые будут тогда наказаны, то увидит, что они подвергаются наказанию только за грехи. Это можно заметить не только в наказаниях, но и в убещаниях. Так Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Говорит это не одним только монашестующим, но всему человеческому роду. И когда он повелевает идти тесным путем, то обращает речь не к ним только одним, но ко всем людям, одинаково всем заповедовал он ненавидеть душу свою в мире всем, и все прочее тому подобное. Когда же он говорит не ко всем, и не закон преподает, то сам же и объясняет нам это. Так говоря о девстве он присовокупил, могущий вместить, да вместит. Не сказал всякий, не преподал этого в качестве заповеди. Так и Павел, который везде является подражающим учителю, коснувшись этого предмета, сказал «А о девстве я не имею повеления Господне». И так впредь думаю и самый склонный к спорам и бесстыдный не будет отвергать, что и мирянину и монаху должно достигать одинаковой высоты и что оба они по случаю падения получат одинаковые кары. 110. Ясно доказав это, исследуем теперь и то, кто легче и скорее может пасть. Впрочем, здесь не нужно нам исследование, хотя сохранение целомудрия легко для человека женатого, как пользующегося великой утехой, в отношении к прочим добродетелям, и для него это оказывается не очень легким. Однако и здесь мы видим падающими больше женатых, нежели монахов. не поражают которые падают часто и один за другим, но ту, где падают редко и немногие. Так надо судить и об этом предмете. Корыстолюбие легче преодолеть, преодолевает не тот, кто вращается среди мира, но тот, кто пребывает в горах. Первый легко и побеждается им, а побежденного корыстолюбием надо присистить к идолослужителем Колоссянам 3.5. Последний, если имея деньги, не захочет оставить без пособия родных своих, но с охотой отдаст им все, между тем, как первый не только оставит их без внимания, но и обидит не меньше чужих, а это уже другой род идолослужения тяжелее первого. И надо ли исчислять все прочее, что монаш истующими легко побеждается, а мирян не излагает с великою силою? Как же ты не боишься и не трепещешь, вводя сына в такую жизнь, в которой он скоро может быть побежден пороками? Или тебе кажется делом маловажным служить идолом, быть хуже неверных, отрицаться делами от служения Богу, чему всему скорее подвергнутся люди, привязанные к миру, нежели монахи? Не видишь ли, что тот страх твой пустой предлог? Если уже надо бояться, то не за тех, которые избегают волнений и поспешают к пристани, но за тех, которые носятся по волнам среди вихрей и бури. Здесь скорее могут быть кораблекрушения от того, что и волнений больше, и те, кому предстоит бороться, беспечнее, а там и волн таких нет, и тишина великая, и усердия больше в тех, которые должны бороться. Поэтому мы и привлекаем других в пустыне, волосиницу, надели на себя береги и посыпались пеплом, но чтобы прежде всего другого избегали пороков и предались добродетели. Что же, скажут, неужели все женатые погибнут? Нет, говорю я, но то, что им, если захотят спастись, предстоит больше трудов по неизбежной необходимости, потому что несвязанному легче бежать, нежели связанному. Но получит ли он и большую награду и блесательнейшей венцы? Нет, потому что он сам налагает на себя эту необходимость между тем, как можно бы и не налагать. Итак, когда у нас ясно доказано, что мы подлежим ответственности одинаковой с монахами, пойдем и сами по удобнейшему пути и сыновей поведем по нему, а не станем как враги и неприятели потоплять их и увлекать в бездны порочности. Если бы это делали другие, было бы не так ужасно. Но когда родители, испытавшие все житейское и на самом деле узнавшие, как пусты настоящее удовольствие, доходят до такого безумия, что влекут к ним других, так как им самим возраст уже не позволяет предаваться им, и когда им следовало бы укорять самих себя за прежнее, ввергает туда же и других, и при том находясь уже близо смерти, суда и тамошних истязаний, то какое останется для них оправдание, какое прощение, какая милость? Они будут наказаны не только за свои грехи, но и за влияние на детей. Успеют ли они довести их до падения, или нет? 112. Но может быть вы хотите видеть детей от детей? Как же это, когда вы сами еще не сделали с истинными отцами? Не рождение делает таким отцом. С этим согласятся и сами родители, которые видят детей своих дошедшими до крайной порочности, отвергают, и чуждаются их, как бы ни своих, и ни природа, ни рождение, ничто другое тому подобное не может удержать их от этого. Пусть же они не считаются отцами тех, которые далеки от любомудрия. Но когда родят их таким образом, тогда пусть и ожидают себе внуков, потому что тогда только и смогут они увидеть их. Дети их суть, которые не от крови, не от плоти, не от желания мужа, но от Бога родились. Эти дети не заставляют отцов беспокоиться ни о деньгах, ни о браке, и ни о чем-либо другом подобном, но оставив их свободными от всякой заботы, доставляет им большее наслаждение, чем каким пользуются плотские отцы. Они и рождаются, и воспитываются не так, как те, но гораздо лучше и блистательнее. Потому и радуются родители и более радуют. Кроме того, сказал бы я и то, что неверующим в воскресенье естественно плакать о детях, так как для них и остается но мы, которые смерть почитаем сном и научены презирать все здешнее, удостоимся ли какого-либо прощения, если станем плакать о них и будем стараться о том, чтобы видеть детей и оставить их здесь, откуда сами стремимся удалиться и где пребывая воздыхаем. Впрочем, это сказано нами для людей более духовных, а тем, которые любят плоти, очень привязаны к настоящей жизни, я сказал бы, что, во-первых, неизвестно, будут ли непременно дети после брака, во-вторых, если и будут, то от них будет горя больше, потому что мы получаем не столько радости, сколько скорби от ежедневных забот, беспокойств и опасностей за них. Но кому, скажут, оставим мы поля, домы, рабов и золото, они, как я слышу, об этом и плачут. Тому, кто и прежде имел право наследовать их, а теперь тем более, чем более надежным будет он теперь и хранителем и обладателем их. Тогда многое могло вредить этим благам, и тля, и долговременность, и разбойники, и клеветники, и завистики, и неизвестность будущего, и непостоянство людей, и, наконец, смерть, могла лишить сына и денег, и этих имений. А теперь он сложил свое богатство выше всего этого, нашедшее место безопасное, куда ничто из сказанного достигнуть не может. Именно небо есть такое место, которое недоступно никакому нападению, плодоноснее всякой земли, и сложившим в нем свои богатства дает пожинать плоды в великом изобилии. Посему не теперь надлежало бы говорить так, но когда бы сын намеревался быть человеком мирским, тогда надлежало бы плакать и говорить, кому оставим мы поля, кому золото, кому прочее имущество. Теперь у него столь много власти над богатством, что он не лишится обладания им даже и подшествия отсюда, но тогда особенно и будет наслаждаться выгодами от богатства, когда отойдет отсюда. Если же ты хочешь еще здесь видеть сына господином имущества, то и этого скорее можно ожидать от монаха, нежели от мирянина. Кто скажи мне бывает более господином богатства, тот ли кто издерживает и раздает его с великой щедростью, или тот кто от скупости не смеет и прикоснуться к нему, но зарывает его и воздерживается от своего, как бы от чужого, тот ли кто тратит безрассудно и напрасно, или кто делает это надлежащим образом, тот ли кто сеет на земле, или кто делает это на небе, тот ли кому не позволяется раздать все свое, кому он захочет, или кто свободен от всех требований разных поборов, к земледельцу и торговцу многие приступают со всех сторон, принуждая платить подати и требуя каждой своей доли, но кто желает подавать нуждающимся, к тому никто ниоткуда не явится с подобными требованиями, так что он и здесь более бывает господином своего богатства, неужели того, кто расточал бы имение на блудниц, на чревоугодие, на тунеядцев и льстецов, позорил бы свою честь, терял бы спасение и делался бы достойным посмеяния, ты назовешь господином расточаемого, а того, кто издерживает свое имущество с великим благоразумием, для истинной славы и пользы и на угодной Богу, ты не назовешь таким, тогда ты сделаешь тоже, как если бы видя кого-нибудь бросающим свои имущества в водосточные канавы, назвал его господином их, а употребляющего их на необходимые нужды, стал бы оплакивать, как бы не имеющего власти над издерживаемым, а лучше сказать, таковых людей надо бы сравнивать не с теми, которые просто тратят свое имение, но с теми, которые тратят на зло своим головам, потому что те издержки делают человека более знатным, более достаточным и более безопасным, а эти подвергают не только стыду и позору, но и неизбежной погибели. Но скажут, разве после брака и рождения детей нельзя посвятить себя любомудрой, достигшей глубокой старости? А кто нам поручится, во-первых, что мы достигнем глубокой старости, и во-вторых, что достигшей ее, непременно сохраним это намерение? Мы не властны в пределах жизни, чему учит и Павел, когда говорит, «Ибо день Господень придет как стать ночью, и наши мысли не остаются всегда в одинаковом настроении, посему и премудр дает такое увещание, немедляй обратиться к Господу, и не отлагайся дня на день, дабы тебе не быть сокрушенным, когда медлишь, и во время отмщения погибнешь». Но если бы даже и не было такой неизвестности, и тогда не следовало бы откладывать дело с сыновьями и опускать из вида, сколько от этого бывает вреда. Подлинно, крайне было бы безрассудно, когда юноша нуждается в помощи, и когда ему угрожает сильный враг, приказывать ему погружаться в житейские дела, так что он легко может быть побежденным врагом, а когда он получит тысячи ран, и не будет уже на нем ни одного здорового места, тогда вооружать и возбуждать его уже лежащего и изнемогшего. Да, скажут, тогда и легкая борьба, тогда и удобна битва, когда погаснут похоти. Но какая уже борьба тогда, когда никто не вступает в борьбу с нами? За это не будет потом и венцов светлых, ибо блажен, говорит, кто возьмет верен свой от юности. Плач Еремии 3.27 Тот достоин бесчисленных похвал и пославлений и почестей, кто обуздывает беснующуюся природу и спасает ладью во время самой жестокой бури. Впрочем, не будем спорить об этом. Пусть будет отсроченная борьба, если хочешь. Но если бы от нас зависело время борьбы, можно было бы ожидать старости. Если же надо на человеку бороться в течение всей настоящей жизни, начиная с самого юного возраста или с 10 лет, ибо с этого возраста надлежит давать отчет за грехи, как показывает пример отроков, пожранных медведями за насмешки над Елисеем, и при том бороться с того возраста, в котором воздвигается против нас сильнейшая война, то почему ты назначаешь для подвигов время старости? Если бы ты властен был приказывать и дьяволу, чтобы он не нападал и не вступал в борьбу, то этот совет уимел бы некоторый смысл. Но если ты ему предоставляешь действовать и поражать, а мне повелеваешь оставаться спокойным или даже добровольно преклоняться перед ним, что может быть хуже этой обиды? В то самое время, когда враг неистовствует, а безоруживать того, на кого он нападает, и таким образом придавать в его руки. Но сын молод и слаб, потому то он и нуждается в большей безопасности, а нуждается в безопасности и имеет нужду и в большем попечении. Такому человеку надо быть всегда в тишине и спокойствии, не вмешиваться в мирские дела и вращаться в той среде, где много шума и смятения. А ты этих самых, для кого борьба особенно тяжела и по их возрасту, и по слабости, и по неопытности, и по рассеянности среди мира, влечешь в мир, как будто уже опытных и крепких, и не позволяешь ему идти подвязаться в пустыню, подобно тому, как если бы кто человеку, который может одержать тысячи побед, приказывал размышлять о делах военных в бездействии, а не опытного, который не может издвинуть на сражение, поэтому самому заставлял бы быть в сражении, ввергая его в крайние затруднения в этом неисполнимом деле. Притом надо знать и то, что по вступлению в брак нельзя быть господином самого себя, но неизбежно одно из двух, или иметь постоянное сожительство с женой, если она захочет этого, или, если она пожелает воздерживаться, оставить ее и предать любодеянию. Надо ли говорить о прочих затруднениях, о заботах касательно детей, дома, которые могут притупить всякое усердие к благочестию и произвести в душе великое расслабление. 115, том 1. Поэтому лучше вооружать сына с юного возраста, когда он власти над собой и ничем не связан, лучше не только по сказанным причинам, но не меньше и потому, что имеет быть сказано. Приступивший к любомудрию в конце своей жизни употребляет все время на то, чтобы насильно, посильно омыть грехи, соделанные в прежнем возрасте, и на это истощается все его усердие, но часто он не успевает и в этом, а отходит отсюда с остатками ран. А кто с юных лет вступил в подвижничество, тот не тратит времени на это и не сидит врачуя свои раны, но с самого начала уже получает награды, для первого желательно избавиться от всех ран, а последний с самого вступления на поприще воздвигает трофеи и присоединяет победы к победам. Он, как олимпийский борец с юного возраста до старости шествует среди победных посвятаний, отходит туда увенчанной бесчисленными на главе венцами. С кем же ты желаешь быть своему сыну? С теми ли, которые с великим дерзновением могут взирать на самых архангелов? Или с теми, которые стоят вместе со всеми и занимают последнее место? Такие, конечно, займут последнее место, если даже буду в состоянии преодолеть все препятствия, какие исчислил я теперь. Если не постигнет их преждевременная смерть, если затем не воспрепятствует жена, если не получат они столько ран, что для излечения их недостаточно будет всей старости. Если навсегда сохранят свое расположение к благочестию твердым и непотолюбимым. Когда все это сойдется, и тогда они едва займут место между последними. С ними ли ты желаешь быть твоему сыну или в числе тех, которые блистают в первом ряду воинства небесного? Кто же скажет, так жало, что пожелать своим детям первого, а не последнего? Но мы следуем привычке и хотим, чтобы они были при нас? Этого и я желаю. И не менее вас, родители, молюсь, чтобы они возвратились в родительский дом и вознаградили за воспитание так, равных воздаяния и найти было бы невозможно. Но не будем требовать от них этого теперь. Не странно ли, посылая их учить о красноречии, удалять надолго даже из Отечества, или когда они намереваются изучить какое-нибудь склисарное или другое еще более низкое ремесло, не пускать их в свой дом, а приказывать и обедать и ночевать в доме учителя, когда же они намереваются приступить к изучению нечеловеческой науки, но небесного любомудрия тотчас отвлекать их от этого, прежде, нежели исполнится нами желаемое. Иной учащийся ходит по натянутой веревке, надолго расстается с родными, а тех, которые учатся возлетать от земли на небо, мы станем удерживать при родителях. Что может быть хуже такого безрассудства? Не видите ли, что и земледельцы как не сильно желают получить плоды трудов своих, никогда однако же не решатся собирать их преждевременно. Так не будем же и мы преждевременно отклонять сыновей от пустынической жизни, но предоставим урокам укрепиться в них и семенам благочестия укорениться. Не будем беспокоиться и скорбеть, хотя бы должно было им воспитываться в монастыре 10 или 20 лет, потому что чем кто более станет упражняться в школе, тем более приобретет силы, а лучше если угодно не станем назначать срока. Но пусть будет единственным пределом то время, когда посеянные сыни плоды достигнут зрелости, тогда пусть он возвращается из пустыни, а прежде нет, потому пусть он возвращается из пустыни, потому что от поспешности нашей произойдет только то, что он никогда не будет зрелым, кто прежде времени лишается питания в корне, тот и надлежащее времени будет годен, а чтобы этого не случилось с нашими детьми, будем терпеливо переносить разлуку, и не только сами, не станем торопить, но если они захотят возвратиться преждевременно, не позволим. усовершенствовавшись, сын будет для всех приобретением, и для отца, и матери, и для дома, и города, и для общества, если же он возвратится не застегши цели, то будет предметом посмеяния и позора, и повредит себе и другим. Не будем же делать такого вреда. Отправляя сыновей на чужбину, мы хотим увидеть их тогда, когда они усовершенствуются в том, для чего предприняли путешествие. Если же они возвратятся прежде, то мы не столько получаем удовольствие от их прибытия, сколько скорби от того, что они возвратились без пользы. Так не крайне ли безрассудно о духовном не прилагать и такого попечения, какое ему показываем по отношению к житейскому. Но там любомудро переносить разлуку с детьми даже с пожеланием большего продолжения ее, если это будет сколько-нибудь полезно. А здесь быть столь нежными и чувствительными к разлуке, что от такого малодушия погибает величайшее благо, имея при том здесь гораздо большее утешение не только в том, что дети посвятили себя важнейшим занятиям и непременно достигнут своей цели и ничто не разрушит их надежд, но и в самой даже разлуке. Когда дети находятся в дальнем путешествии, то трудно видеться с ними, особенно если родители будут в преклонных летах, а здесь можно часто приходить к ним. Так и станем делать. Когда детям еще нельзя прийти к нам, будем мы приходить к ним для свидания и собеседования. от этого нам будет много пользы и удовольствия. Мы не только будем радоваться при свидании с любимыми детьми, но и возвращаться домой с великими плодами для нас самих, а нередко и сами останемся с ними, проникнувшись любовью к любомудрию. Итак, станем вызывать их тогда, когда они сделаются крепкими и способными приносить пользу другим. Тогда только будем выводить их оттуда, чтобы они были светом для всех, чтобы светильник стоял на свечнике. Тогда вы увидите, каких детей отцы вы и каких тех, кого вы считаете счастливыми. Когда вы узнаете пользу любомудрия, тогда, когда дети ваши станут врачевать людей, страдающих неизлечимыми болезнями, когда будут прославляться как общие благодетели, покровители и спасители, когда будут жить с людьми на земле, как ангелы, и обращать на себя взоры всех, или вернее, что бы мы ни сказали, нам не высказать всего того, что можно видеть на опыте и на самом деле. Так и законодательно бежало бы поступать законодателям, чтобы делалось должное, не тогда внушать молодым людям страх, когда они сделаются мужами, но наставлять и направлять их в детстве, тогда и впоследствии не было бы нужды в угрозах. А теперь бывает то же самое, как если бы какой-либо врач, начинающему заболевать, не говорил ничего и не указывал, чем ему освободиться от болезни, а изнуренному и неизлечимому стал бы преподавать бесчисленные правила, так и законодательные, тогда руководят нас, когда мы уже развратились. Но не так поступает Павел, он представляет к детям учителей добродетели сначала и с юного их возраста, преграждая порокам доступ к ним. Самое высшее учение не то, когда допустив наперед порокам одержать верх, потом старается изгнать их, но то, когда употребляет все меры, чтобы сделать природу нашу недоступную для них. Посему вещевая не только удерживает других, желающих поступать так, но и самим действовать и спасать ладью жизни и стараться, чтобы она плыла при попутном ветре. Подлинно, если бы мы все усвоили себе такой образ мыслей и прежде всего другого вели детей к добродетели, считая это главным делом, а все прочее предаточным, то отовсюду произошло бы столько благ, что, перечисляя их, теперь я показался бы преувеличивающим дело. Если же кто желает убедиться в этом, тот хорошо может узнать это из самых дел, и изъявить нам, а прежде нас Богу, великую благодарность, видя, что на земле процветает жизнь небесная, и что вследствие этого учения о будущих благах воскресения принимают с верою и сами неверные. 117. А что это не самохвальство, видно из следующего. Когда мы говорим неверным о жизни пустынников, они не могут сказать ничего против нее, а думают найти опору для возражения, в малочисленности провождающих такую жизнь. Но если бы мы насадили этот плод в городах, если бы благочиние стало законом и началом, если бы мы детей своих прежде всего другого наставляли быть друзьями Божьими и учили вместо всех и прежде всех прочих наук духовным, то прекратились бы все скорби. Настоящая жизнь избавилась бы от бесчисленных зол, и то, что говорится о будущей жизни, то есть отбежит болезнь печали воздыхания, все мы имели бы и здесь. Если бы не было в нас пристрастия, ни к деньгам, ни к пустой славе, если бы мы не боялись ни смерти, ни бедности, скорби считали бы не злом, но величайшим благом, не знали ни вражды, ни ненависти, то не страдали бы мы ни от своих, ни от чужих горестей. Народ человеческий приближался бы к самим ангелам. Но скажет кто-нибудь, кто из людей достиг такого совершенства? Ты, конечно, не поверишь этому, проживая в городах и не читая божественных книг, но если бы ты узнал живущих в пустынях и древних, упоминаемых в духовных книгах, то убедился бы, что и монахи, и прежде них апостолы, и прежде этих предхозаветные праведники со всею верностью отличались таким любомудрием. Просим, чтобы нам не спорить с тобой и положим, что твой сын будет на две или на три степени ниже их. Ну и в таком случае он получит немало благ. Он не сравняется с Петром и Павлом и даже не будет близко к ним. Но неужели поэтому лишим его и низшей сравнительно с ними чести? Так рассуждая, ты сделал бы тоже, как если бы сказал, если он не может быть драгоценным камнем, то пусть остается железом, но не будет ни серебром, ни золотом. Почему же ты не рассуждаешь так и во внешних делах, но совсем напротив? Посылая сына учиться красноречию, ты хотя и не надеешься непременно увидеть его на высоте совершенства, однако поэтому не отвлекаешь его от этого занятия, а делаешь все со своей стороны, считая удовлетворительным, если сыну твоему по успехам в красноречии удастся быть пятым или десятым от первых, и определяя сынарей на службу царю, вы не ожидаете, что они непременно достигнут степени военачальников, однако не приказывайте им снять с себя воинскую одежду и не приближаться даже к порогу дворца, но потребляйте все средства, чтобы они не были устранены от пребывания там, считая недостаточным видеть их, хотя в числе средних, почему же вы там, если нельзя получить большего, старайтесь и заботитесь о меньшем, хотя надежда и на это также сомнительна, а здесь не родите и уклоняйтесь, потому что тех благ вы сильно желаете, а этих немало, а после стыдясь признаться в этом, придумывайте отговорки и предлоги, между тем, если бы вы истинно желали этих благ, вас ничто не отклонило бы от них, это действительно так, кто подлинно любит что-нибудь, тот, если не может достигнуть всего или самого высшего, постарается по крайней мере достигнуть среднего и даже в тысячу раз низшего, так пристрастных к вину и напиткам, если не может получить вина сладкого и ароматного, не откажется никогда и от самого дурного и корыстолюбивый, хотя бы кто дал ему не драгоценные камни, не золото, но серебро, будет весьма благодарен. Такова страсть. Это некое насилие, способное принудить всякого одержимого ей, терпеть и переносить все для чего бы то ни было. Посему, если бы наши слова не только были предлогом, вы должны бы содействовать нам, потому что желающему осуществления чего-нибудь свойственно не препятствовать этому осуществлению, но всячески содействовать ему. Так и выходящие на Олимпийские игры, хотя знают, что из множества соперников только одному достается награда за победу, однако же вступают в борьбу и подвизаются. Между тем, нет никакого сравнения между здешним и тамошним, не только по цели подвигов, но и потому, что там увенчанным уходит непременно только один. А здесь преимущество и унижение не в том, что один уходит не увенчанным, а другой увенчанным, но в том, что он получит один более блистательную похвалу, другой менее, однако все получают. Вообще, если бы мы захотели сначала настроить детей, передать желающим воспитывать их, то не было бы невероятным, что они станут в первом ряду воинства, потому что Бог не презрел бы такого усердия и ревности, но простер бы свою руку и приложил бы ее к этим живым извояниям. А когда действует рука его, тогда невозможно безуспешно с чем бы то ни было, или вернее невозможно не дойти до самой высшей степени блеска и славы, только бы при этом было и должное с нашей стороны. если жены были в состоянии умолить Бога, чтобы он помог им в воспитании детей, тем более мы могли бы сделать это, если бы захотели. Чтобы не удлинять слово, я умолчу о прочих жена, хотя и мог бы сказать о многих, а упомяну только об одной. Была одна иудеянка Анна. Это Анна родила одного сына и не надеялась иметь другого, потому что и того, и два получила после многих слез, так как была бесплодна. Хотя она видела, что соперница ее часто укоряет за это. Она, однако, не поступила так, как поступаете вы, но и получив этого сына, держала его при себе только до толи, пока нужно было питать его молоком. А как скоро он уже не стал нуждаться в этой пище, она, взяв его, немедленно посетила Богу. Не приглашала его приходить и он жил постоянно в храме Божием. Если когда она как мать хотела видеть его, то не вызывала отрока к себе, но сама с отцом приходила к нему, обращаясь к ним, как уже посвященным Богу. Оттого юноша сделался столь доблестным и великим, что когда Бог отправился от народа еврейского, отвратился за распространившееся в нем нечестие, не извлекал пророчеств и не открывал никакого видения. Он Своей добродетелью опять преклонил и умолил даровать иудеям то же, что и прежде, и возвратил отлетевший дар пророчества. И это сделал он, когда был не в зрелом возрасте, но еще малым отроком, ибо не было видения, посылаемо говорит Писание, и слово Господне было нечастое. Между тем, ему Бог часто открывал свою волю. Так полезно всегда отдавать свои стяжания Богу и отказываться от всего не только от денег и имений, но и от самых детей. Если нам повеленно поступать так с душой и своей, тем более со всем прочим. Так поступил и патриарх Авраам, или лучше сказать гораздо выше, зато и получил обратно сына с большей славой. Поистине мы тогда особенно и остаемся с детьми своими, когда отдаем их Господу. Он гораздо лучше нас сохранит их, так как больше и печалится о них. Не видите ли, что так бывает и в домах богачей. И там можно видеть, что низшие слуги, живущие с отцами, не так заметны и не имеют такой силы, а те, которых господа отняв от родителей определяют к себе на службу для хранения сокровищ, пользуются большим благоволением и свободой, и бывают настолько славнее своих сослужителей, насколько господа славнее рабов. Если же люди так добрые и благосклонны к своим слугам, то гораздо более беспредельная благость, то есть богость. Отпустим же детей служить Богу, вводя их не в храм, как Самуила, но в самое небо вместе с ангелами и архангелами. А что посвятившие себя этому любомудрю действительно будут служить вместе с ними, это очевидно для всякого. Они будут предстательствовать с великим дерзновением не только за себя самих, но и за нас, и за вас. Ибо если некоторые получали от Бога некоторую милость за отцов, тем более отцы получат за детей. Потому что в первом случае правом на милость служит только единство природы, а в последнем и воспитание, которое гораздо важнее природы. То и другое я могу подтвердить вам и божественными писаниями. Так языкию добродетельного и благочестивого, но не имевшего по своим делам дерзновения противостать великой опасности, Бог спасает, как сам сказал бы добродетель отца, и защищу, говорит он, город сей, ради меня и ради Давида раба моего. И Павел в послании к Тимофею о родителях сказал, спасутся же через чадородие, если пребудут вере в любви и святости с целомудрием. И Ио Писание прославило, как за то, что он был праведен, истинен и благочестив. Так и за попечение от детих. Оно состояло не в собирании для них богатства, и не в старании сделать их славными и знаменитыми, но в чем? Послушай, что говорит Писание, и когда окончались дни пиршества они их посылал Иоф, и ощущения за них возносил утром и приносил они жертву по счастлу их по единому тельца за греки о душах их, ибо говорил Иоф сердце своем может быть сыновья мои в мыслях злое помыслили против Бога. Какое же будем иметь оправдание мы, дерзающие на такие дела? Если тот, кто оправдает и прежде закона, и не слышал никакого учения, имел столь великое попечение от детев, что опасался и за тайные грехи их, то кто оправдает нас, которые живем во время благодати? Имеем столько учителей, такие примеры и такие увещания, и между тем не только не боимся за тайные, но не обращаем внимания и на явные грехи, и не только не обращаем но и желающих исправить их, желающие преследуем. И Авраам, как я сказал прежде, прославился между прочим и этой добродетелью. 122. Итак, имея столько примеров, будем приготовлять Богу доблестных служителей и исполнителей. Если тот, кто воспитывает борцов для города или обучает воинов для царей удостаиваться великой чести, то какой дар может получить мы, воспитывая для Бога столь доблестных и великих мужей, или лучше сказать ангелов. Будем же делать все, чтобы оставить им богатство благочестия, которое пребывает постоянно, сопровождает нас при отшествии отсюда, и может принести величайшую пользу не только здесь, но и там. Богатство житейское не перейдет туда вместе с людьми, но еще и здесь погибает прежде их, а часто губит вместе и владеющих им. Но то богатство и здесь, и там пребудет прочным, и стяжавших его сохранит от великой безопасности. Действительно так. Кто предпочитает земное духовному, тот лишится и того, и другого, а кто стремится к небесному, тот непременно получит и земное. Это не мои слова, но самого Господа, имеющего подать эти блага, ищите, говорит он, царствие божие, и все сие приложится вам. Что может сравниться с этой честью? Заботься, говорит он, о духовном, а все твое предостав он мне, подобно тому, как если бы чудолюбивый отец принимал на себя попеченье о доме, управление слугами и всем прочим, а сыну советовал заниматься одним только любомудрием. Так точно поступает и Бог. Будем же послушны, станем искать царствие божие, тогда и детей увидим везде почтенными, и сами прославимся с ними, будем наслаждаться настоящими благами, если только возлюбим будущее и небесное. Это доставит вам, когда послушаетесь великую награду, и противящимся, и непослушным их чайшее наказание. Потому что нельзя оправдывать и говорить, никто нас не учил этому. Такое оправдание еще прежде наших слов уже провернуто, так как и наша природа имеет способность точно отличать хорошее от нехорошего, и наше любомудрие предлагается повсюду, и случающиеся в жизни бедствия достаточно сильны, чтобы изгонять в пустыню даже и сильно привязанных к миру. Так если бы мы молчали, как я сказал, оправдание уже опровергнуто, а тем более теперь после этого продолжительного рассуждения, и наше любомудрие предлагается повсюду, и случающиеся в жизни бедствия достаточно сильны, чтобы изгонять в пустыню даже и сильно привязанных к миру. Так если бы мы молчали, как я сказал, оправдание уже опровергнуто, а тем более И теперь, после этого продолжительного рассуждения, после такого вразумления, предлагаемого как из опыта, так еще и из божественности саний, даже если бы дети, оставаясь дома, не совсем развратились, но получили спасение только на последнем месте, и тогда мы, родители, не избегли бы наказания за то, что воспрепятствовали их желанию вести жизнь более строгую, и удержали при житейских делах тех, которые стремились к небу. Но если и это оказывается невозможным, а напротив, неизбежно предстоит им погибнуть, и угрожает крайняя опасность, то какое будем мы иметь извинение, какое оправдание, навлекши на себя типчайшую ответственность не только за свои грехи, но и за последующие грехи детей. Не столько они, я думаю, будут наказаны за то, в чем погрешат, после того, как были увлечены в эти волны мирской жизни, сколько вы, поставившие их в такую крайность. Порвенно, если соблазнившему одного лучшей было бы камнем жерновным быть потопленным в море, то какое наказание и мучение будет достаточно для тех, которые оказывают такую жестокость и недоброжелательность к своим детям? Посему прошу прекратить состязание и быть отцами любомудрых детей. Нельзя же говорить и того, чем многие, как я слышал, отговариваются. Что же это такое? Мы знали, говорят, что они не могут дойти до конца, поэтому и остановили их. Но если бы ты даже ясно предвидел это, если бы это не было только догадкой, и бы устояли многие из тех, о ком думали, что они падут, если бы, говорю, ты подлинно предузнал это, и тогда тебе не следовало бы отвлекать сына. Если бы мы, например, стали подставлять ногу тому, кто уже готов купать, то этого не поставили бы нам в оправдание. Напротив, это именно более всего и послужило бы к нашему осуждению. Почему ты не дал падение совершиться по собственной беспечности человека, но предвосхитил этот грех и всю вину привлек на свою голову? А лучше сказать, не следовало тебе и допускать этого. Почему ты не употребил все средства к тому, чтобы сын твой не пал? Так как особенно ты знал, что он падет, то за это особенно ты и достоин наказания. Тому, кто наперед знал это, следовало не содействовать падению, а подать руку и оказать всевозможные усердия к тому, чтобы готовый упасть, стоял твердо. Хотя бы он устоял, хотя бы нет. Мы должны исполнять все со своей стороны, хотя бы другие не получали от нас никакой пользы. Почему и для чего? Для того, чтобы отчета Бог потребовал уже не от нас, но от них. Это и сам он сказал в осуждение тому, который ничего не сделал со своим талантом. Подобало тебе, говорит, отдать серебро мое торгующим, чтобы я пришед, взял мое с прибытком. Послушаем же того, кто внушает это, чтобы нам избегнуть наказания. Не можем мы обмануть вместе с людьми Бога, который испытывает сердца, все обнаруживает и везде возлагает на нас ответственность за спасение детей. Если такому наказанию подвергся не отдавший серебра торжникам, то чему подвергнется тот, кто препятствует и другим, желающим отдать его? Так, не только тогда, если дети погрузятся по нашему внушению в житейские дела, но и тогда, если мужественно устоят против нашего нападения и опять удалятся в горы, Одинаковое наказание постигнет тех, которые хотели воспрепятствовать им. Как привлекающих любомудрия, убедит ли он или не убедит, получит полную награду, ибо он исполнил свое дело. Так и желавший развратить, успеет ли сделать это или нет, потерпит одинаковое наказание, потому что и он исполнил свое дело. Таким образом, если вы и не успели побороть и искоренить благородное стремление детей, вы заодно покушение на это подвергнетесь такому же наказанию, какому и отвлекшее их оттуда. Итак, рассуди во всем этом, и оставив всякие отговорки, постараемся быть отцами доблестных детей, строителями христоносных храмов, попечителями небесных ротоборцев, намощая и возбуждая их, и всячески содействовать их пользой, чтобы и нам быть соучастниками их венцов. Если же вы будете сопротивляться, то дети, если они доблестны и против вашей воли достигнут этого любомудрия, и будут наслаждаться всеми благами, а с вами случится то, что вы навлечете на самих себя безмерное наказание и будете хвалить сказанное нами тогда, когда от этих похвал уже не будет вам никакой пользы.